что значит быть фронтендер в 2к 19 как выбрать путь изучения программирования топ-3 языка программирования в 2к 19 топ-3 языка программирования в погнали так всем привет мне кажется мы давно не представлялись вообще в этой жизни с вами проект и веб-дизайн подкаст сровый веб выпуск номер 193 сегодня 29 января 2019 года и 15 минут 12 по челябинску достаточно рано достаточно рано это мы пришел уже записали в 15 минут 12 это ж мы даже успеем где-нибудь до часу записать потому что сегодня типичный блиц всего восемь темок мы сейчас расщелкаем просто как я не знаю чё и все и круть будет понимаешь не только мы с тобой успели записать пришел но еще и оно было интересно вот в этот раз это пришел оно стоит своих там 20 долларов которые вы заносите нам patreon.com slash его дизайн я тебе напомню просто пришел у нас доступно для любых патронов даже для однодолларовых поэтому понимаешь ты не понимаешь 20 долларовые слышат по-другому пришел ну согласен они вот как есть сквозь розовые очки вот они сквозь розовые уши сквозь розовые наушники это слышат и да да на самом деле я хочу сказать что у нас есть просто вот недавно чувак жаловался в комментариях что мы много пиарим там как обычно что мы много говорим про бабки там что нам надо заносить бабки то есть мы не зря это говорим потому что нам надо заносить бабки а во вторых мы открыты для сотрудничества просто я знаю что с многими людьми вот которые пишут подкасты с ними не очень легко связаться вот не очень с нами легко связаться на work собака you design.ru можете написать нам с каким-нибудь предложением может быть просто даже с каким-нибудь пожеланием нашему подкасту почему нет и мы обязательно его посмотрим прочитаем саня вкинет поржом может быть может быть не поржом может быть если это коммерческое предложение то с вами договоримся о чем-нибудь поэтому work собака может даже просто написать guys please tokens и мы ответим вы настолько вот мы на кончиках пальцев с вами поэтому да да на этом и у вас please tokens попросим первая тема первая тема не ронансомниус прокомментировал бессменный наверное уже не знаю сколько вот уже два на на читаем его темки да какие мне кажется три три смешно конечно не то что я сказал при 15 а как бы просто на одну добавил внутри мне кажется российский давай российский стартап планирует показывать рекламу из космоса когда реклама казино вулкан доберется до неба вы уже не сможете скрыться от нее пишет не ронансомниус как бы свой комментарий чик такой и действительно российский стартап планирует показывать рекламу из космоса чуваки из старта рокет хотят если кто-то конечно оплатит крутой богатый типа кока-колы там киев си или его design может быть то они готовы запустить в космос огромные такие хреновины спутнички такие каждый спутничек будет иметь специальный парус который будет отражать свет солнца как луна то есть много много маленьких лун запустят и выстроиться в какой-нибудь там слово логотип или еще что-нибудь такое и будет там висеть и какое-то время напоминать вам о себе соответственно скорее всего это будет либо в сумерках в темноте потому что днем ты такой не увидишь при свете солнца вот такая красная просто выстреливать и тогда увижу уже бредить не понимать как бы что так нельзя отразить чтобы солнечный свет затмило как бы но да да ну вот такой билборд хочет влад ситников продвигать как рекламный щит практически и написать например там супер боул кока-кола брексит олимпиада мерседес фифа суприм и вот всякое такое но я не знаю то есть я посмотрел на самом деле здесь видосик который влад ситников предлагает нам на вимео да хотел сказать вимеовский вот да вимеовский видосик и кажется что в принципе на самом деле уже реально реалистично пока никто не одобрил особо тем более чуваки которые именно наблюдая за космосом говорят что не очень хорошая идея потому что это как бы дополнительно мешать будет наблюдать за звездами и за планетами и за всем таким то есть как бы такой небольшой шум космический будет создавать поэтому не очень хорошо самый дорогой отблок после этого появится просто ракетой сбить эти все спутники нахрен это допустим кока-кола если закажет то пепси отблок закажет как бы собьет вообще они еще из рокет старт рокета говорят что мы там сделаем так классно что вот эти спутнички они если чё не будут сильно загрязнять атмосферу они упадут просто спокойно там растворяться и нормально будет не то есть такие растворимые понимаешь как кофе кофе ну да 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 это вот именно скафешная реклама это вот именно скафешные спутнички короче они будут висеть достаточно высоко то есть самолетом они не помешают они будут висеть там 400 километров землей то есть там самолеты не летают максимум если какой-нибудь очередной именно космический илон маск полетит какой-нибудь spacex какая-нибудь очередной автомобиль полетит в космос тогда да тогда ну я думаю что они там рассчитают чтобы не столкнуться с кока-колой на скафе а там заполонит уже я думаю весь космос будет в этом дерьме и там надо будет только в дырку пролетать между опять же там и веб-дизайном и еще чем-нибудь и кока-кола и смарт-тейп так вот в чем суть мне кажется что я очень часто слышал что уже ну как бы многие люди которые именно сильно шарят в космическом говне а я именно так это называю космическое говно они говорят что и так уже земля превратилась типа в гору спутников просто вокруг земли что типа это как-то даже уже и не очень и типа полный отстой не знаю насколько вообще с этической точки зрения это можно обсуждать но то есть пока меня ну не было такого человека который мне и хотя бы из вторых рук бы рассказал что реально все так плохо то есть пока звучит как-то просто прикольно звучит прикольно и я думаю что будет все равно очень дорогая такая реклама и скорее всего вряд ли она прям будет сильно мешать но просто интересно как это будет вот но немножко конечно киберпанка уже киберпанка киберпанка и просто страшно если это выйдет из-под контроля что вообще ну хотя как бы тут это настолько дорого что мне кажется засрать все небо конечно ну это это реально будет очень сложно вот но тем не менее как-то это конечно ну киберпанка это правильное слово да да уже современно слишком слишком современно мы не готовы к такому таким поворотом пойдем дальше парни вы знамениты у нас написано в слайке что там за темка там темка которая именно ее уже места в три нам засунули первый был Денис который нам прокомментировал но если мы проскролим в самом конце здесь ну здесь же в темках к 192 подкасту вот то где-то тут ааа к 193 у нас у нас чтобы ты понимал темка к 193 подкасту просуществовала всего 23 часа на сайте но в нее успели три темки все равно предложить и вот одна из них это как раз нам кто-то еще а не Денис а кто-то другой сейчас я посмотрю кекер чебурекер прокомментировал тоже в общем нас засветили на хабре с тобой Никита ну круто ну круто всех нас всех и наших подписчиков в том числе и вообще всех мы вот наш ну знаешь во первых ты уже скидывал то есть я немножко наслышан во вторых ну во первых круто во вторых там что нибудь кто нибудь пришел вообще с этого всего эээ ну да да у нас даже на ютюбе примерно плюс 80 подписчиков за этот день то есть в принципе пришли на сайте я тоже видел наплыв ну как бы не в десять раз больше в два раза больше чем обычно вот поэтому как бы чуть-чуть да понимаешь если бы мы были на том же месте на котором radio.js находится ну это уже был бы другой разговор конечно то я думаю да просто видишь мне что обидно а мне обидно то что произошло так то что вот такие вещи как radio.js вверху при всем моем уважении к Александру кажется такой чувак толстенький с бородка который это ведет у него не только один этот подкаст radio.js у него их несколько у него свое HR агентство и так далее просто я в этом в телеге с ним общался при всем моем к нему уважении он абсолютно нерегулярно выпускает причем чуть ли не даже сейчас он не выпускает я сейчас вот судорожно ищу в iTunes его подкаст ну ладно пацаны просто знаешь типа ну окей там есть какие-то же уже наработки что-то там уже записано контент какой-то есть они запихнули просто не вникали было или нет не александр не александр кажется константин константин сарясики да они в декабре последний раз выпускали перед этим было в октябре а перед этим в мае прошлого года за 2018 год у них вышло 4 выпуска камон ну то есть это даже не смешно на мой взгляд почему они на первом месте по какому признаку выставляли причем про них написано видно что именно ну люди писали этот подкаст посвящен там бла 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 хотя сейчас я перейду возможно они просто сайта это скопировали ну нет не не скопировали сайт это хоть подожди о проекте ну-ка нет в том то и дело они это сами написали типа потом софтвердевелопер подкаст а я как бы ну при всем при том что я не сильно оглядываюсь так сказать на наших конкурентов я подмонетариваю софтвердевелопмент подкаст это все тот же константин буркалев о котором я сказал так вот то есть он захватил всю страницу на хабре он просто видимо написал это я не знаю бараяр какой-то хотя нет из mail.ru групп не знаю ну короче не важно софтвердевелопмент подкаст конечно да он чаще выходил там целых 96 выпусков но всего 42 оценки в айтюнсе то есть как бы это вообще не топовые подкасты кроме как через постель я не представляю как они попали на первые строчки ровно как и фронт энд юность ну как бы вот да здесь знаешь только осталось еще фронт флип впилить почему потому что с 2016 там выпуски не выходили но он одно время постоянно был в топах айтюнса ну тут и пятиминутка php есть и как бы я так понимаю что здесь много чего есть что не самое популярное скажем так короче ну не ну смотри ладно хорошо я просто увидел радио ти рядом с нами ну согласен это тоже это единственное что погрело это то что радио ти рядом с нами потому что как бы во первых это соседний подкаст во вторых ну да это круто это действительно здорово вот пятиминутка тоже с петей мязиным мы в одном чатике общаемся и он постоянно ну как бы хоть я не буду разглашать переписку лично вот но как бы он тоже не сильно регулярно выходит я просто сейчас опять же чтобы не солгать я сейчас гляну пятиминутка php в айтюнсе я смотрю да ну радио ти то вот регулярно выходит ну блин радио ти это вот тоже почему они там это при том что тут же написано что это старейший подкаст рунета и все типа классно ну в общем это это немножечко странно и я бы хотел может быть кстати можно было бы по обиженкам написать именно в комментах а по какому принципу типа вот это именно вот рулиться за говно что типа ну а чё те 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 ну просто если заявлено например что это для разработчиков то я бы немножко сортировку поменял конечно подкастов то есть да я бы даже не имел ввиду что мы первые должны быть мы может быть даже и не пятые должны быть но вторыми хотя бы хотя да хотя бы вторыми я это имел ввиду но блин камон, фронт-энд юность. При всем, опять же, уважении к Хлебаечу и Саше, который там супер-эхтехнарь. Я сейчас надеюсь, это Саша и правильно. Ну, короче, лысоватый чувак. Ну, ГТАшич. А он ГТАшич? Я путаю, понимаешь? Я в твоей терминологии не сильно сейчас. Секунду я зайду в наш чатик подкастерс. В общем, не суть. Да, Александр Богачев. Да-да-да, я про него. Короче, блин, все классно. Я рад, что нас сюда включили. Наконец-то мы какое-то признание получаем. И, кстати, вот ты говоришь с Radio IT. Там еще есть Link Me Up между нами и Radio IT. Я вижу, его хвалят. Не, просто я тоже слушал пару выпусков. Это очень задротный такой полудевопс, полу именно сисадминский, полу именно локально-сетьский подкаст. И, опять же, это круто, что мы рядом с ними. Вот. Но последнее. Почему про нас две дебильные строчки, которые вот, ну... Про веб-разработку создание... Вроде все так, но почему всего две строчки? Почему про какой-то сраный веб-сарафан четыре длинные строчки, а про нас две? Причем какие-то... Ну вот... Хуже только вон про... Не занесли, написали. Подкаст про игры, кино, комиксы и гик-культуру в широком смысле слова. И то это как бы даже не для разработчиков. Это как бы уже просто для гиков. Ну почему тогда нет отвратительных мужиков? Ну тоже про игры, кино и музыку. Вот именно. Берди Каст. Опять же. Там куча еще всякого такого. Причем мы сейчас в новостях технологий в iTunes мы дальше, чем Берди Каст. То есть они типа там великие какие-то. Здесь их нет. А почему этого нет, кстати? Как он? Ай, как просто. Да, да, да. Который все заплатит. Ну согласен. Там правда вообще не про разработку. Там именно про технологии. Но да. Ну короче, да. В общем, достаточно интересный список. Хоть и хорошо, что мы хотя бы там. Потому что мы сейчас с тобой договоримся, мы с тобой нигде не будем. Ну блин, да пошли все в жопу. Если кто-то еще на это обидится. Особенно Mail.ru Group. Просто, знаешь, мы из выдачи Mail.ru просто пропадем. Это же вся наша основная аудитория. И тем более. И сечется, понимаешь? Извините. Конечно, отличные поисковики. Пользуюсь. Поговорили. Мы польщены, правда. Вот я от себя говорю. Я правда польщен. Да нас уже несколько раз же о хабре писали. Да, согласен. И в предыдущие разы, может быть, даже и менее на отвали, чем в этот. Кстати, возможно, да. Да, да. Хорошо. Если вы вдруг как раз тот чувак, который еще не знает, или чувиха, и вы пришли из вот этого поста на хабре, ну или просто вы новый чувак и не слышали, я для вас расскажу. Наш подкаст можно поддержать на Патреоне. Патреон.com.slash.webdesign. Можете посмотреть, ознакомиться вообще с прейскурантом. Что у нас там дается, за что. То есть, там есть очень классные темы, типа попасть в закрытый Патреон-чатик, получить стикеры, ну или в конце концов просто за какие-то там за один доллар получить доступ к прейшоу перед подкастовым, которое, мне кажется, ну, как минимум сравнится с некоторыми подкастами из списка на хабре. Да. Так вот. Патреон.com.slash.webdesign. Вообще отдельно можно было бы там вынести, потому что то, что мы сегодня там рассказали, это, блин, это меняет жизнь вообще челябинских разработчиков. Мы тупо про места хорошие рассказывали, которые прям классные. Согласен. Это, конечно, да. Да. Патреон.com.slash.webdesign. Давай. Что там дальше? Дальше у нас статья Криса Койера, которую... Слушай, я не помню, кто нам ее предложил. Ну, то есть, очевидно, никто. Я ее сам, так сказать, вычленил. Но вполне... Это неплохо. Так кто это нам предложил? Ну, очевидно, никто. Я. Я предложил, как-то. Нет, ну, я на полном серьезе сначала чуть-чуть думал, вдруг реально кто-то. Вот. Но потом я просто вспоминаю, что всегда, когда кто-то, я откладываю, так сказать, личинку, во-первых. Во-вторых, я откладываю, кто это сделал, чтобы знать, так сказать, героев. The Great Divide называется темка. Великое разделение. Вот. И она о том, что два фронт-энд-разработчика сидят в баре, и им не о чем поговорить. Почему? Потому что вот это понятие фронт-энд-разработчик стало настолько широко, что два фронт-энд-разработчика, так сказать, из разных групп, из разных, так сказать, подвидов, они настолько далеки друг от друга уже, что реально у них могут скиллы вообще никак не пересекаться, и, соответственно, им будет не о чем поговорить. Кстати, обрати внимание, Никита, что у этой темки, у нее отдельный лайаут. То есть не такой, как классический сейчас на CSS-3, все темненькое и так далее. Тут все классно. Тут и шрифт с засечечками и так далее. А это что значит? Я просто посмотрел в Сурсах. Здесь у Бодика есть отдельный класс. Называется, сейчас подскажу, Post Template Art Direction. То есть он сделал тип постов, точнее не тип постов, а шаблон Art Direction, который называется Direction, простите. И там именно, то ли, может быть, он Гутенберг использует, может быть, какой-то другой редактор, но тут именно красивые посты, типа красивые лонгриды. Вот так вот. Вот это один из красивых лонгридов, а красивые лонгриды, они как хорошая книжка, у них шрифт с засечками. Короче говоря, я уже сказал, о чем суть. Фронт-энд-разработчик. Вот кого, Никита, вообще ты представляешь, когда я говорю слово фронт-энд-разработчик? А это, кстати, одно слово. То есть именно портрет, собирательный образ фронт-энд-разработчика. Ну просто вот что представляется, когда я говорю фронт-энд-разработчик? Мне представляется такой чувак, который еще не дизайнер, ну в плане смысла, что он не слишком... Ты именно внешний вид или как? То есть образ какой-то такой. Не обязательно внешний вид. И скиллы, и... Ну можешь про внешний вид. Я имел в виду именно скиллы. Не, ну хорошо, не, скиллы-то это тем более еще легче. Фронт-энд-разработчик, это чувак, который суперклассно знает... Вообще он как бы жонглер стилями, я бы так его назвал. То есть он такой CSS-жонглер. То есть для него вообще сделать что-то такое на CSS, вообще он все может на CSS, короче, все знает. И он хорошо, я не говорю, что он сеньор, но он хорошо внедрен в знание JavaScript. То есть он может, короче, заскриптовать, не что-то великое, конечно, но, короче, достаточно хорошо знает его. Вот это для меня фронт-энд-разработчик. Ну вот видишь, мнение, так скажем, разделилось. Потому что когда мне говорят фронт-энд-разработчик, я просто обрамочу тупо представляю сразу. То есть супер-жевоскриптер. Да, да, то есть именно углубленного джевоскриптера, который там и ангуляры знает все, там начиная с 1.6 и заканчивая там пятым, или какой сейчас последний. То есть всю там TypeScript знает над множеством над джевоскриптом. Просто понимаешь, мне кажется, это уже разработчик. Ну просто типа... Да тут тоже фронт-энд-девелопер, типа. Ну типа ты имеешь в виду... А, ну если так говорить. Просто понимаешь, чувак, который знает джевоскрипт, он может быть и бэк-энд-девелопер, понимаешь? Я согласен, но я-то перечислил именно фронт-эндовые фреймворки. Я же не сказал, что он на экспрессе API пишет. Тем более, что Дэн Абрамов не пишет на экспрессе API, насколько я помню. А почему вообще про него говорю? Потому что про него сегодня будет темка, в которой он рассказывает о том, в чем он не шарит. Ни хрена. Это просто да, это вам тоже спойлер на сегодняшний день. Но там просто в жизни будет не шарить. Не-не-не, и там он на полном серьезном скажет. Я, говорит, не знаю ни флексбокса, ни гридов, я верстаю флотами все еще. Ни флексбокса, ни гридов, я верстаю флотами. Короче, это... Ну вот да. Я к тому, что, понимаешь, я к чему это все? Я-то, понимаешь, базовые тебе вещи говорю. Если чувак знает JavaScript, условно говоря, он может быть и бэкэндом. Я понимаю, что это грубо очень сейчас я говорю. Но... Почему-то мне казалось, что фронт-энд, чувак, он такого сильного JavaScript не должен писать. У него там слово фронт-энд есть. Я хрен знаю почему. Не знаю. Вот мне так казалось. Но видишь, мнения разделились, поэтому как раз темку не зря рассматриваем. Вот так в том-то и дело. То есть это на полном серьезе именно два расхожих мнения. И вот то, которое мое, оно как бы именно более современное, а твое, оно как бы вот три года подряд так было. Да ладно, они сейчас оба есть, просто мое появилось позже. Вот и все. Так. Вот. И в чем суть? Он говорит, он это Крис Коэр. Это он сам пишет статью. О том, что типа фронт-энд-разработчик, это как национальность. Вот как себя чувак определяет, так и да. И здесь опять же, ну типа на одной стороне, говорит, это именно чуваки, которые супер-джава-скриптеры, а с другой стороны это верстальщики HTML, CSS, которые именно не просто верстальщики, а они accessibility хорошо знают. То есть все там разметки, все типы разметок, как UX проектировать, как сделать, чтобы там инпуты на скринридерах были показаны и так далее и тому подобное. То есть это, если угодно, ну как бы я сам для себя так разделил, есть фронт-энд-девелоперс, а есть фронт-энд-дизайнерс. Вот HTML, CSS, дизайн, UX, там accessibility, это фронт-энд-дизайнеры. А фронт-энд-девелоперы, это именно чуваки, которые работают с API-шками, которые на клиенте данными ворочают, как бы и да. Ну я просто не слышал такого определения фронт-энд-дизайнер в общем. Это бесплатно, пользуйтесь. Я не буду Royal тебя потом с вас спросить, потому что здесь в посте тоже не фигурирует. Это я придумал сейчас. Ну то есть, наверное, не только я, но вот здесь не было нигде, это я вот просто сейчас сказал тебе. Так удобнее разделять. Просто фронт-энд-дизайнер, это как будто ты неправильно в резюме указал свою должность. Кстати, здесь как раз об этом и речь. То есть хрен бы с ним как называть. Это знаешь, как у чуваков, опять же, я не устану этот пример приводить, которые там знаешь, какой-нибудь прародители супер-жанра, Doom, Symphonic, Metal там с детским голосом. Их спрашивают, какую музыку играете? Пацаны говорят, мы играем рок. Ну вот так, да. Я уважаю таких людей, которые не говорят, мы играем там Supermassive Passive Voice. Кого, чуваки, камон. А завтра у вас как бы уже... Ну то есть, если вы себя позиционируете именно как Supermassive Passive Voice, то вас будут слушать только люди, которым это интересно. Если вы только чуть-чуть смените жанр, от вас все фан-фан-бэйс отвернется. Смешно, что фан-бэйсы любят в Passive Voice все слушать, потому что им нравится именно пассивный залог. Да, это уже такая шутеечка с подвохом. Вот ты выкупил, именно выкупил. У тебя, кстати, без нау или наличный? Ну ладно. Так вот. А вот люди, которые говорят, мы делаем рок, вот их любят просто за то, что, по крайней мере, я. Вот мое такое отношение. Я люблю их за то, что они просто делают музыку, какое у них сейчас там настроение. Тогда по твоей логике, тогда по твоей логике, надо просто называть программист. Согласен, да. Вот так. Просто чувак, который фронтен, он программист. А тот чувак, который просто верстальщик, он верстальщик. То есть такой, знаешь, вот именно уже заводские термины. А вот мне это нравится. То есть я-то бы с удовольствием, вот меня сейчас спроси, кто я, я скажу, я программист. То есть, ну, на полном серьезе. Нет, это хорошо. Играю рок в натуре. То есть это звучит солидно. Вот именно. Это звучит, как будто я, ну, сформировавшаяся личность, которая просто вот, ну, определилась в жизни. Потому что если завтра нужно будет переучиться там на какую-то другую хреновину, я спокойно это сделаю, потому что я же программист. А если я буду говорить, что я супермассив, пэссив, джаваскрипт, визард, то вдруг джаваскрипт завтра нет, все, я никто, у меня нет работы, у меня нет профессии, потому что я же, ну, ну ты понял. Вот. Но здесь-то в чем мем? Мем в том, что, а как людей на работу набирать? И что указывать в резюме? Типа набирать... Ну, это просто, я сейчас быстро скажу, ты же, когда на работу стараешься, ты смотришь, какие скиллы тебе нужно иметь, там, и так далее, и так далее. То есть на резюме можешь указать то, что они хотят от тебя. Вот, вот. И тут, видишь, я не буду всю статью зачинять, потому что эта статья, это 90% цитат. Причем, ну, как бы, в том числе известных людей, типа Бреда Фроста и так далее. Вот. Ну, там, в том числе цитаты HR-ов. Есть люди, которые говорят, что вот я посмотрел, вроде нормальное резюме, ну, то есть нормальные позиции, я 90% скиллов прохожу. Прихожу на собеседование, а мне сразу про алгоритмы с ротировки пузырьком, и это как бы вот именно те 10%, по которым я не прохожу, но они оказались самыми критичными. И я, естественно, тупо не прохожу, потому что, как бы, вот, я знаю все про HTML, там, опять же, CSS, SVG, там, и так далее, а чувакам надо было, чтобы я был сильный джаваскриптер. Хотя в резюме они указали вообще все скопом и не выделили, что, типа, именно самое важное, и так далее. Угу, угу. Вот, поэтому тут как бы такое, это странная хреновина, вот, но тем не менее, да. Дальше Крис Койер говорит, ну, то есть, здесь, смотри, есть картинка, что, типа, как нанимать фронт-энд разработчиков, что есть два типа. Первый это, там, React, Next.js, там, Apollo GraphQL, там, вместо уже REST-опишек, веб-компоненты, веб-пак и так далее. И те, которые именно дизайнеры взаимодействия с VG, CSS, Sass, WordPress, темки, слегка GQuery, UX и Accessibility. Вот. Ну и как бы, да, это примерно то, чем мы поговорили, хотя, на мой взгляд, надо фоточки поменять местами. Ну, кстати, да, но просто слева-то, вот реально программист-программист, а справа этот чувак, ну, такой, типа, не знаю, верстальщик-тере какой-то чувак, который на WordPress. Верстальщик-дизайнер, получается. Ну, просто WordPress-тема, это, видимо, уже считается просто версткой, потому что там, типа, просто, ну, шаблон и все. Хотя, на самом деле, я встречал WordPress-темы с очень глубокой логикой. Ну, почти все, которые там на Team Forest'е продаются, у них там целый фреймворк внутри, там, переиспользование, паттерны и так далее. Там прикольно. Поэтому это, конечно, я бы не делал таких зашкварных сразу выводов. Именно это хочется слово использовать, потому что, ну, прям, ну, нельзя так делать. Короче. Так, ну и чем? И здесь сам Крис Коэр пишет, что вот мы, когда набирали человека к нам в CodePen, мы вот расписали по полной. Типа, какой нам фронтендер нужен? Что, типа, мы переписываем CodePen с jQuery и Ruby on Rails на React и GraphQL. Поэтому, чуваки, welcome, если вы как бы можете такое. То есть просто они пишут, что они делают. И это сразу становится понятно. То есть они потом добавляют, что, конечно, если вы шарите в HTML, CSS, дизайн и так далее, будет вообще бэлдиш. Потому что вы как бы, ну, вы будете уважать там ту работу, которую там верстальщик перед вами сделает, можете что-то там дорабатывать как-то. Вы будете это понимать. Но основная ваша работа, это будет переписать CodePen с старых технологий на новые. Все. То есть тут сразу понятно, когда пишут именно, чем заниматься-то будете. Потому что когда просто ищут... То есть, может быть, здесь, конечно, это, ну, как бы граничит с NDA и с чем-то еще. То есть, может быть... Ну, стэк технологий, я думаю, не так сложно уж. Ну, в смысле, не такое страшно уж раскрыть. Ну, как бы понимаешь, стэк одно, а именно, ну, да, понятно, здесь же не будет писать roadmap, что у нас там основной релиз тогда-то, следующий тогда-то там, то есть, ну... Да-да-да. Ну, согласен, да. Просто, видишь, классно, когда вот... Я просто встречаю людей, которые вот на самом деле супер-бэкэндеры, да, но в итоге они еще и фронтендеры подсказывают. Вот. И вот если такого находишь, бэкэндера, то это идеальный, конечно, вариант для тебя. Потому что он все сразу может. А ты здесь понимаешь, здесь вопрос, как курица и яйцо. Что первичнее, бэкэндер или фронтендер? Ну, в смысле, я не имею в виду, что он знает какие-то тонкости реакта там и так далее. Но ты имеешь в виду, что он делает API-шку, чтобы фронтендеру потом было удобнее с ней работать? Ну, типа да, да. Ну, короче, можно... Это реально, это как бы как архитектуру построить. Может быть, под какое-то конкретное приложение уже пишут API-шку, а может быть, делают приложение под конкретную API-шку. Ну, я понимаю. С чего началось, опять же. Кто более сильный в команде, тот, скорее всего, и будет звучание определять, что называется, если опять музыкальными терминами возвращаться. Ну, и здесь опять же, тут половина статьи Крис Койер подбадривает именно CSS-очей, что типа, чуваки, не отчаивайтесь, вы тоже как бы фронтендер, и такие люди, как вы, тоже нужны. Вот. И тут концовочка статьи, а я сейчас как нетерпеливая девчонка, которая прочитывает концовку книги и потом спокойно уже читает, потому что узнала, чем закончится. Вот в конце Крис Койер говорит, что он разговаривал с Рэйчел Эндрю, это которая нынешний главный редактор Smashin Magazine. И она ему сказала, что сложнее всего было в этом году на конференцию найти спикеров по CSS, что они типа все куда-то делись. И типа это, знаешь, такое воодушевление для всех CSS-очей, которые затаились и теперь стремаются. А здесь есть именно цитаты людей, которые типа, блин, мне уже стремно говорить, что я фронтендер, потому что я типа не знаю джаваскрипта, я знаю только там CSS. Ну типа супер его знаю, вообще там тебе письку CSS-кой сделаю с SVG. Джонглер по мне. Вот да. Но типа, блин, мне стремно, я затаилась вообще, там затаился и все. Вот типа Крис Койер их вытаскивает, этих людей, что там не все так плохо, что вы тоже как бы нужны, важны. И типа это полно... Ну практически что происходит? Обьюз. Обьюз джаваскриптера, ми, вот тех людей, которые просто там хорошие верстальщики и так далее. Но видишь, опять же, я с тобой хотел поговорить в том ключе, что это же, к сожалению, ну так получается же не просто так, а потому что вот есть условные бизнес-задачи. Там сделать приложение, которое там то-то и то-то. Очевидно, что для бизнес-задач те фронтендеры, которые джаваскриптовы, они важнее. Потому что, ну как бы ты фичи пилишь. А то, как это будет выглядеть, и как это будет быстро анимироваться, 40 FPS или 60 FPS, это важно только, когда уже крупная компания, там полный интерпрайс, и там как бы реально нужно выдавать продукт. Не просто выдавать продукты для клиентов, а выдавать его ультра-качество. Да, как бы вот. И сроки, ну, не так критично важны, как когда это мелкая компания, которая борется за свое место в этой нише. То есть вот, как ты считаешь, это действительно вот такие специалисты, которые именно супер-CSS-ники, это именно удел таких компаний, в которых как бы, ну, это знаешь, это как, и вот есть там типа контроль качества. Просто люди, которые ходят, делают ревью там всех людей, и потом говорят там отчеты о том, какие отделы, как работают. То есть это люди, которых нанимают вообще в последнюю очередь. Когда в компании уже вообще все хорошо, есть как бы свободные деньги, чтобы прям вот реально вылизывать все, что происходит. Или там знаешь, как вот мы с тобой в Америке, когда работали, да, в SuperAid, у нас были даже вот за то немногочисленное время, которое мы работали, мы и то проходили один тренинг повышения квалификации. К нам приезжал реально чувак, который рассказывал про всю химию, как ей правильно пользоваться, чтобы максимально круто выдавать результат. Вот такие штуки, типа повышение квалификации, это же дорого вообще-то. То есть немногие компании вообще на это тратятся. И вот мне кажется, что сейчас CSS-ники, и вообще вот именно такие верстальщики суперкрутые, которые на accessibility и так далее, это вот то же самое, как повышение квалификации. Только для дорогих команд, которые как бы уже себя сто раз и купили, и уже как бы вот да. Но опять же, а с другой стороны, а вдруг таких уже и нет? Вдруг уже настолько как бы бизнесмены хотят вот только, ну как бы прибыль получать и вкладываться не очень хотят. Вот я хочу твое мнение вот по всем этим поводам услышать. Ну знаешь, можно сравнить с, допустим, представим себе, что наша разработка продукта это поход. Вот именно поход туристический. В нашем случае мы себе, мы как бы главный директор. Уже знаешь, сочинять, мы главный директор, это чувак турист. Ну вот, чувак в поход, который пошел. И я бы хотел, чтобы у меня в походе был такой мультитул, короче. Потому что он маленький, его взял, он один. Ты можешь вытащить ножичек, можешь вытащить там, не знаю, консервный ножичек, можешь вытащить, не знаю, там пилку, отвертку и так далее. И это круче, чем ты возьмешь один красивый, большой, классный нож, который батя тебе подарил на 40 лет, короче. Он, может быть, даже реально острее будет мультитул. Он острее будет. Место займет будет в три раза больше, Но он нахрен тебе не уперся. Конечно, конечно, вот. Соответственно, поэтому люди стараются выбирать, когда им вот такой надо туристический поход совершить, не когда у них, короче, выезд, короче, на большой-большой там, ну ты понимаешь, на большую тусовку ножичей. А тех, кто в ножички играет. А именно конкретно, вот им надо быстро на костерке что-то приготовить, короче, и покушать в горах. Они берут, конечно, мультитулов, они, конечно, берут чуваков, которые фронтендеры, которые знают и JavaScript, и CSS, и здесь, понимаешь, в этом плане, скорее всего, все-таки CSS не так приоритетен, как JavaScript. И по сложности языка, ну я не буду ущемлять, но по сложности языка, как мне кажется, ну вот, по крайней мере, S4Me, CSS намного проще, вообще это стили, это практически не, ну ладно, хорошо это программирование, но не такое сложное, как для понимания, по крайней мере, для запоминания, и база знаний там не такая большая, как у всего, если JavaScript взять. Правильно? Правильно. Соответственно, все-таки JavaScript приоритетнее, и лучше уж знать, хорошо JavaScript и с пробелами CSS, чем наоборот, в этом случае. Вот так. Ну то есть, подожди, в итоге будет место под солнцем у CSS? Ну у них все равно будет, не, ну ты, если ты крутой чувак, у тебя все равно будет место, но не в том проекте, в котором, может быть, ты хочешь, то есть, может быть, ты хочешь, опять же, работать один, знаешь, одиночкой, ни с кем не связываясь, в маленьком проекте, там, и так далее, а в итоге тебе с такими знаниями CSS, только со знаниями CSS, и с, ну, никакими знаниями JavaScript, придется, наоборот, работать супер в команде, потому что тебя все будут просить сделать верстку только. Ну, ты понимаешь. Тебе придется быть коммуникабельным чуваком в большой команде, и так далее. То есть, вообще, возможно, другие скиллы другим человеком надо себя представлять. Понимаешь? То есть, это еще накладывает то, как ты будешь работать в команде. Вообще, вот это твое знание всего. Ну, да. Тут просто еще Крис Куэр пишет, что, ну, очевидно, причиной всему тому, что JavaScript очень сильно разросся за последнее время. То есть, не то, чтобы это произошло просто так, не с хрена, а, ну, как бы это природно, так сказать, так получилось. Вот. Из-за того, что он так сильно разросся, очевидно, что есть люди, которые уже только в нем шарят, и ни в чем более, потому что, ну, реально, даже только в нем шарить, это итог уже до хрена делов, не говоря уже о том, чтобы там, так сказать, всего помаленьку. Вот. Ну, и как бы здесь пишет он, опять же, что... Ну, просто, если хочешь быть фронтендером, все равно CSS придется учить. То есть, можно, конечно, отнекиваться, но без нормальной верстки знания, то, скорее всего, JavaScript один, но он, как бы, хрен знает. Но он нужен, конечно. Ну, нет, понятно. Тут ты же не можешь голый JSON вываливать на страницу и все. То есть, тебе так и так нужно будет его запаковывать в что-то. Здесь просто вопрос в том, что есть уже куча именно интерфейсных библиотек, когда ты не строки CSS кода не пишешь, у тебя выглядит все как материал дизайн, там, условный. Ну, понятно, да, ты можешь. И так для каждого креймворка. Хоть для Vue.js есть там элемент UI, материал, материалифай, как-то так там, Vue.tify его вспомнил, да. То есть, там, ну, как бы, их полно разных, что ты можешь реально ни одной строки кода даже CSS на UI не написать. Просто из готовых компонентов нажмякать, нажмякать, и все. То есть, это вопрос... Не, ну, если, опять же, устраивает такое качество заказчика условного, там, или работодателя, или кто там, или тебя самого, если ты... Представь, что ты для красного-белого делаешь внутреннюю админку, там, какую-нибудь по аналитике, либо к чему, да как бы там насрать, как это выглядит. Да я понимаю. Тем более, что если ты используешь реально Vue.tify, который как материал дизайн выглядит, он не противный. Он как бы даже и неплох. Или там был быстрый. Нет, если для внутренних, конечно. Нет, для внутренних, конечно. Потом в итоге, понимаешь, я же говорю, все от качества зависит. Ты потом, если ты делаешь не внутреннюю админку, а внешнюю клиентскую часть для серьезной хреновины какой-нибудь, то потом чувак открывает в Америке на своем E11 и пукает. Ну да, да. Это хорошо, если на 11, да. Вот, да. Потому что там всех ни фликсбоксов, ни хреноксов. Там досвидос. Вот. И тут дальше есть небольшая секция про фуллстэк разработчиков. Там ближе к концу, ну, чуть позже середину уже, там, где из синеньких пазликов все состоит. И там немножечко Брэд Фрост, например, быдлит на фуллстэк разработчиков. Что я, говорит, вот ни одного не знаю нормального, который реально шарит и во фронте, и в бэке. Вот. И типа, ладно, во фронте и в бэке. Даже тех, которые шарят именно в HTML, CSS и в JavaScript на приемлемом уровне, и то, говорит, типа, не знаю. Вот. И Крис Койрета ему отвечает, что, чувак, вот, например, Сара Драстнера есть, которая басраться анимации делает на SVG, и она еще и Core член Vue. Ну, то есть у нее, она даже там много статей на CSS Tricks написала про Vue. Вот. И в том числе она еще в Майкрософте работает над Azure, то есть над облаками. Так, то есть она, в принципе, может все практически. Как бы вот, да, фуллстэк, фуллстэк. И я вот, честно, могу сказать, что вот я себя могу назвать фуллстэк разработчиком. Я не говорю, что я сеньор фуллстэк JavaScript разработчик, но я реально могу себя назвать фуллстэк разработчиком, потому что я и SVG анимации сбацать могу, и во вьюшечке могу прил накидать нормальный, и опишку написать для этого прила, и как бы сервачок поднять для того, чтобы это все там крутилось и нормально не отвалилось и масштабировалось. Купите меня, осталось, да, хотелось сказать. Ну вот. Ну это опять же, я же говорю, это же по идее для работодателя, опять же, это суперидеальный вариант. Опять же, мультитулыч взял и ничего не надо. То есть... При этом я не говорю, что я буду лучше в каждой из этих сфер, чем условный сеньор в этой сфере. Не, ни хрена. Но как бы я в каждой из них разберет, но больше всего, естественно, во фронт-энде, который именно джаваскриптовый, хотя, опять же, вот то, что я до этого много верстал, это уже никуда не отнять, там как бы в этом тоже. Но в основном уже сейчас именно в джаваскриптовом фронт-энде. Но тем не менее, как бы такие люди тоже нужны, они нужны там, чтобы координировать как-то работу или что-то еще, это все-таки конец рекламы меня. Умная фраза в конце, как сказал Гераклит, единственное, что постоянно, это изменения. Да-да-да, это перемен. Поэтому тут как бы невозможно просто сесть и сказать, блин, я классный. Ни хрена. Через полчаса ты уже не классный, потому что вышло обновление на Ionic Framework, четвертый, как раз, кстати, вот сегодня, пока готовился к подкасту, по-моему, четвертый Ionic вышел. Вот. И как бы все. И ты уже, ну, не классно. Уже в UGS третий скоро выходит, и там уже опциональный TypeScript, поэтому походу пора учить TypeScript. Потому что в четвертом в UGS он уже будет не опциональный, а обязательный. Поэтому как бы, ну вот да, такие дела. Вот. Я, честно говоря, не читал комменты, как-то вот не по себе, но я вижу, что здесь есть фичерный коммент, и типа, что, чуваки, конечно же, разделение есть, и, конечно же, можно сколько угодно подбадривать CSS-очей, но вы, говорит, очень сложно найти зарплату за 100 косарей только по CSS и HTML. Ну, это логично. То есть, мне кажется, не обязательно, что CSS-чуваки должны с этим спорить. Типа, я не знаю, с тобой же не спорит чувак, который умеет, я не знаю, что-то одно, не спорит же он, что он хочет получать деньги за что-то другое. Ну, типа, да, окей, CSS-очи будут, просто при этом чувак, он не то, что типа, ха-ха, вы лохи, я там знаю React, поэтому я больше вас зарабатываю. Нет, он-то и грустит на самом деле, что, типа, это полный отстой, что вышли библиотеки, и, типа, многие люди просто игнорируют вообще 66% того, что делает веб. Ну, в смысле, что они знают JavaScript, но не знают HTML или CSS, ну, типа, две трети. Это, типа, полный отстой, но, к сожалению, типа, вот сейчас конъюнктура рынка такова, что найти хорошую позицию как суперэксперта по HTML и CSS, да это просто именно работодатели считают, что это, типа, ну, начальный уровень вникания. То есть они тоже же, к сожалению, и работодатель, и HR, они тоже, вот, ну, как бы, читают те же статьи, что и мы, в которых там уже все про фреймворки, там, ну, даже не столько читают, сколько ориентируются на них, например. Поэтому это, конечно, такое, вопрос интересный, но вот, вот, вот так вот здесь Крис Коэр об этом поговорил, что, типа, чуваки, блин, как бы надо заниматься тем, что умеешь, и быть в этом лучше всех, и тогда все будет, типа, классно, ничего не стремайтесь, и да. Я могу, наверное, примерно такое же напутствие дать, вот, но я могу от себя сказать, что, вот, например, я, когда я еще был именно тоже CSS, я достаточно скептически относился к JavaScript, хотя я, как бы, всегда его немножечко знал и изучал, вот, но я скептически относился, потому что, блин, там до хрена делов, надо вникать и так далее, потом меня жизнь заставила вникнуть, и я нисколько не жалею, потому что просто, ну, это реально очень интересно и здорово, поэтому, если кто-то это сейчас слушает и стремается попробовать, выделите пару выходных, начните что-нибудь, сделайте ту душку какую-нибудь, на каком-нибудь из фреймворков, и, может быть, вас затянет, может быть, будет прям классно, и потом придете и спасибо нам, скажете за то, что вы такое у нас в подкасте услышали. То есть уже мотивационно у нас в подкасте. Ну, так мы же тут тренера успеха, те еще. Согласен. Успех. Давай, пойдем дальше. Погнали. Следующая тема, это занимательная статейка о том, как учить. У нас немножко сейчас блок разработки пошел, так называемый. Валерий прокомментировал, тут статейка на хабре вышла, довольно занимательная, что думаете по этому поводу? Что эффективнее для изучения программирования, на ваш взгляд, книги или курсы, спрашивает Валерий. Мы не забудем про этот вопрос, потом ответим на него в конце. Давай сначала темку. Давай. Темка. просто чувак, на самом деле, я не буду вдаваться в подробности, потому что он на самом деле, просто у него такой разговор, как мы с тобой, если бы нам сказали, поговорите, чуваки, про вообще, вот как учить программирование. И мы бы примерно вот то же самое бы с тобой сказали все, что он написал. Слушай, но мы с тобой еще и ко всему прочему профессиональные, так сказать, педагоги закончили. Ну мы бы сильнее, нет, я понимаю, что может быть мы еще и сильнее бы, да. Я даже к тому, что, что здесь нет смысла обращаться к статье, к этой, на хабре, как к какому-то первоисточнику, где написано свое какое-то очень классное мнение автора. Понимаешь? Здесь просто вот, ну, а-ля вообще, как говорится. Значит, суть в том, да, по-моему, бать, по-моему, бать. Чувак говорит, что типа, есть несколько разных вещей, он очень сильно грешит на то, что появилось много курсов в интернете по изучению программирования. То есть, даже там HTML условно можно научиться, и причем иногда часто за большие бабки, если особенно там с каким-нибудь дополнительным там наставником, еще чем-нибудь, за хорошие деньги хотят научить HTML. Так, конечно, тебе дойдут, типа, знаешь, там, вводный курс в один урочек, там, как написать HTML-тег первый свой, вот, а дальше уже покупай. И ему не очень это нравится, он говорит, что есть еще и другие способы изучения программирования. Если хотите, в принципе, есть и бесплатные курсы на Coursera, вот, на EDX, на CodeAcademy, есть бесплатные курсы, можете там поучиться. Но лучше, конечно, такие бабки потратить куда-нибудь, вот он говорит, задонатить с облайн-тексту третьему и купить его. Ну, по сути, задонатить, потому что можно пользоваться бесплатно. Ну, хотя бы сделайте, типа, просто свою жизнь лучше, и не будете после каждого десятого сохранения видеть вот эту всплывающую хрень, что задонатьте нам по часе, как говорится. Вот. Ну, и говорит, кроме этих вариантов, еще есть много что, то есть, никто не отменял тупо видосы на YouTube смотреть, их очень много всякие, тем более, что очень много всего на английском, и говорит, если вы, типа, хотя бы просто не можете послушать или почитать литературу по программированию, то это уже нахрена вы, в принципе, типа, учитесь программированию, если вы вообще не интермидиат, хотя бы. Вот. Говорит, ну, и, в принципе, опять же, Google Translate никто не отменял, поэтому тоже можете себя заставлять, почему нет. Можете уделять внимание книгам, в книгах тоже все очень хорошо, но книги, их так много выходит, что, типа, надо еще понимать, что читать и зачем успевать, потому что, говорит, типа, О'Райли выпускает в год больше, чем количество людей, начинающих изучать программирование, столько книг. Вот. Ну, тем более, что не обязательно, что у вас есть бабки, можете это там спиратить, он практически разрешает нам спиратить книги. Если он даже разрешает, то да. Да, да, да. Ну, короче, вот примерно просто описываешь, что есть другие варианты, кроме того, чтобы упираться в какой-нибудь самый дорогой тариф по изучению HTML на каком-нибудь там русском ресурсе, еще к тому же, на котором там непонятно, какие знания у самих преподавателей. Вот. А вопрос от Валерия, от Валерия вопрос был, что эффективно для изучения программирования, на ваш взгляд, книги или курсы, что думаем по этому поводу? Давай сначала я скажу, потом ты скажешь, потому что у тебя будет как бы от человека, который обучился, так скажем. Смотри, давай так. Короче, мне кажется, что, во-первых, это зависит от человека, как минимум. То есть, если мы говорим прям полное восприятие информации, то, возможно, кому-то вообще не придется по душе абсолютно видосы. Вот вообще. То есть, по видосам не может учиться программированию. Или вообще не может учиться, не знаю, ничему. Вот по видосам все, он может только там с книги читать, например. Или наоборот, какие-то чуваки там по-другому. То есть, здесь зависит от человека вообще, как он, в принципе, учится. Как он себя научил учиться, скажем так. Вот. Возможно, это будет один из вариантов, это использовать все эти вообще ресурсы. То есть, и по видосам учиться посмотреть, сменить на чтение какой-то теории, очень нужной в любом случае. В любом случае, нужно наверняка читать теоретические вещи из книжки, хотя бы, вот, знаешь, из каждой главы там начало прочитать, чтобы понимать, хотя бы, то есть, я имею в виду, не вдаваясь в подробности в сложные упражнения, а прочитать хотя бы просто именно основы, скажем так. То есть, вот это было бы круто тоже. И поэтому, если из каждых источников использовать знания, то, мне кажется, это самое оптимальное, вот самое крутое. И курсы какие-нибудь на EDX, если ты дохрена английский нормально знаешь, и почитать учебник, и, короче, вот все вот это. И просто видосики посмотреть на Ютубе. Русские какие-нибудь. Вот. У тебя какое мнение? Слушай, ну ты, ты сказал, блин, ты, во-первых... Помотежишь ты? Ну нет, нет, и, конечно же, не помотежь, я скажу чуть-чуть от себя. Просто ты сказал достаточно важный момент, что, первое, это зависит от человека, даже от самого склада характера человека. Есть усидчивые люди, есть неусидчивые люди. Есть люди, которые, знаешь, у страха глаза велики. Он вот видит оглавление книжки, видит, что там 500 страниц, все, он даже ее читать не будет. Конец истории. Хотя, может быть, он даже бы и научился, и бы все норм было. Но как бы, ну просто этого уже не случится. То есть, а видосики, они как бы, ну у кого-то более клиповое мышление, он маленькими порциями воспринимает инфу. И как бы, да. То есть я могу от себя сказать, что, вообще по моему опыту, я и по книжкам хорошо учился, и по некоторым курсам. То есть здесь по гобличу, какую музыку любите, хорошую люблю, плохую нет. То есть как бы, тут нет жанров, которые человек любит. Просто есть музыка, которая ему нравится, а какая-то нет. А какая-то, может, нравится из хип-хопа, какая-то там из рока и так далее. Поэтому, ну смотри, мы еще должны сказать с тобой, что в любом случае любая теория и любое чтение надо закрывлять практикой. То есть тут чувак тоже про это пишет, что типа, прочитали, повыполняйте упражнения. Но мне кажется, даже не просто упражнения. Здесь надо сказать, что, возможно, надо либо самому, если у тебя нет работы какой-то определенной по программированию, либо самому себе придумывать какие-то квесты, задания, миссии невыполнимые, которые ты будешь кодить сам. Вот. Либо устраиваться на работу, там, за, не знаю, за бесплатно делать эти вещи. Пока ноль опыта. Но просто потому, что без практики, скорее всего, даже и то, и другое, и третье, и почитать, и посмотреть, и послушать подкасты, и все-все это, оно, скорее всего, не подкрепится, к сожалению, без практики. Это да. Ты абсолютно прав. И во многих книгах, опять же, в хороших есть упражнения. И в видосах есть упражнения. И на многих площадках с видосами, там, где именно курсы, если вы не просто на YouTube плейлист смотрите, засыпаете, в процессе просыпаетесь уже в конце, и я типа посмотрел курс. Нет. Если это именно такие площадки, как EDX, там есть квизы, там есть именно прям целые песочницы для работы с кодом внутри, и ты можешь как бы там скиллы оттачивать. Это реально круто. И как бы, опять же, как педагоги, мы вам скажем, что такие методики, это действительно круто. Особенно вот то, что мы на Три Хаосе проходили там с игрофикацией, с достижениями, с баллами и так далее. Это, конечно, затягивает. И там реально есть практические навыки. И потом даже там, когда ты заканчиваешь курс, у тебя реально какой-то кейс. Можно прям в портфолио выложить, что там целое там туду-привожение. Ну, естественно, что... Ну, уже рабочий проект практически. Конечно, да, да. То есть это прям... Это круто. Это только... Такие видосы, это абсолютно неплохо. Но опять же, как у меня это было? Если я посмотрел какой-то курс роликов или там какой-то один видос, я понял, что вот это мне интересно. И именно поэтому я уже взял и прочитал книгу. Так было с WordPress. Я сначала посмотрел курсы на Три Хаосе по WordPress, а потом прочитал уже там три книги. WordPress Missing Manual, Making Web Applications on WordPress и еще какую-то там типа WordPress in Action или что-то типа того от мейнинга. Ну, по-моему, не от мейнинга, но неважно. В общем, для меня это как бы... Я в любом случае предпочитаю книги. Вот. И, кстати говоря, отвечая вот на его, что там у Орайли выходит в год больше книг, чем людей в профессии, ну, как бы вот ни хрена подобного. Например, вот сейчас набирает обороты такой фреймворк для нативных приложений Flutter. На Дарте он сделанный. Ну, то есть, ты на Дарте пишешь, когда его делаешь. И по нему вообще почти еще нет книг. Хотя, как бы, он два года назад уже вышел. Может быть, даже три. Не помню точно. По-моему, в 2017, да. И нет, по нему еще нет книг. И вот от Мэнинга в осенью 2019-го выйдет Flutter in Action. Сейчас уже у них в Early Excess 4 первые главы доступны там. Ну, то есть, это как бы хороших книг мало. По Вьюшке у Орайли одна книга. Вью.js Up and Running. Все. Конец истории. Я, кстати, ее скачал, еще не посмотрел. Скачал, естественно, за деньги. Ну, как, по-другому не бывает, да. Вот. Сейчас обороты набирают еще книжки от просто от чуваков из интернета. именно не от каких-то издательств, а самоизданные какие-то книжки. Опять же, вот я скачал за деньги Full Stack View Complete Guide to Vue.js от какого-то там Нейтана, там чего-то там, кого-то там. Там почти 500 страниц именно чувак написал просто сам. И там именно про все. Там Full Stack View, напоминаю. То есть, там и чуть-чуть про АП-шки. Блин, это очень крутая книга. Вот. Хотя, чувак, не то чтобы суперзвезда, так сказать, интернета. То есть, не то, что он там на каждой конференции смешил. Не то, что он Брэд Фрост. Нет, не Брэд Фрост и не Дэн Абрамов. Нет. Просто прикольный чувак, который почему-то у него было время и какие-то силы написать такую важную книгу. И знания сам. Ну да, и знания. Несмотря на то, что там как бы много очень из документации, но там есть именно примерчики из жизни. И вот такие книги это вообще кладезь. То есть, это реально книги не академические, как у Орайли. Хотя у Орайли тоже уже давно они не сильно академические. Там же уже шоу. Там шуточки, да, истории, шоу и так далее. Но, тем не менее, они все равно более академические, чем тут. Тут реально чувак там прям про себя в том числе говорит. И это круто, это здорово. Мы, кстати, ее у нас в паблике в ВК выкладывали. Поэтому тут как бы каждому свое. Вот. Мне больше нравятся книги, хотя видосы это как бы нет. Важно очень чувак в конце написал. Хотелось бы посоветовать перестать уже читать сотни статей о том, как начать изучать программирование и наконец начать изучение. Да, да. То есть, тут сто пудово. Вот эти вот статьи читать о том, что там, как, что это. Вот я, если говорить о статье, я читаю статьи именно прикладные. Типа, пишем прикольный компонент погенации для вьюшки. И я на полном серьезе там посмотрю, подглядываю, потом использую, как бы обмениваюсь, так сказать, потому что реально там в некоторых моментах даже баги бывают. Когда берешь код из интернета, он бывает с багами. Спойлер вам. Вот. И это интересно. А просто читать статьи о том, ну вот примерно как мы в подкасте обозреваем, если просто именно читать эти статьи, это такой своеобразный вид прокрастинации. Нахрен надо. Так что да. Ну да. Ладно, пойдем дальше к следующему разделу практически. Но перед следующим разделом нам надо поговорить еще об одной важной вещи. Это наши супер-партнеры Smart Tape. Что ты можешь, Саня, сказать вот для вновь прибывших чуваков с хабра? Вообще, Smart Tape, что это такое? С чем его едят? И зачем это нужно? Smart Tape это один из самых дешевых российских хостингов. Подчеркиваю, что российских, потому что, во-первых, пинги маленькие. Во-вторых, федеральному закону 152 соответствуют. В-третьих, недалеко идти и искать людей, если вдруг дата-центр сгорит и как бы кого за грудки брать, так сказать. Ну, а не здесь, под боком. Вот. Но не сгорит, потому что супер-дата-центр Тир-3 в Москве. Блинский. Забыл, как называется. Дерьмо. Тир-3? Ну, Тир-3 это то, что он третьего тира безопасности, а называется он Data Pro. Вот. Вспомнил. Мы с тобой смотрели, на какой инстанции метро находится и так далее. В общем, здесь очень много разных тарифов. Они действительно одни из самых дешевых, особенно с учетом того, что если оплачивать год сразу вперед, то 30% скидка, если 3 года вперед, то 50% скидка. То есть, это очень дешево, абсолютно разные тарифы, начиная от безлимитного хостинга, где реально безлимитные базы данных, домены и файловое пространство, заканчивая супер-ВПС-ками на NVMe-шных SSD-шках, которые, блин, просто быстрее пули уже, там, 2000 мегабит в секунду, скорость записи, чтение 3500 мегабит в секунду. То есть, такое только в геймерских компьютерах бывает и у Smart Tape. Поэтому вы обязательно задумайтесь над этим. В том числе, у них есть и облака, если вам надо, именно сервисы on-demand, есть виндовые ВПС, если вдруг вы больной ублюдок. В том числе, можете просто арендовать целую железку, целый сервак, сконфигурировать как угодно и так далее. Скорость 200 мегабит в секунду, в большинстве случаев, а в облачном варианте до гигабитки можно себя прокинуть. Сразу несколько операционок, причем разных версий. То есть, CentOS можно и 6, и 7 поставить, Ubuntu разные. Можете в Windows, опять же, Windows сервер, почему бы и нет. Более 400 CMS автоматически можно поставить. Бесплатный сельсертификат от Let's Encrypt. Все в админках. Супер техподдержка. Мне тут недавно товарищ попросил с сайтом ему помочь. Я столкнулся с техподдержкой какого-то другого хостинга. Не то, что даже я сейчас не хочу называть, а просто вылетело из головы. Но что-то не очень попсовое. Там люди даже антивирусникам не хотят пройтись. Типа, сами делайте, мы за это не отвечаем и так далее. Камон, чуваки. Вот здесь у SmartApe техподдержка просто все сделает, в том числе перенесет ваши сайты бесплатно, если вы к ним переезжаете. Поэтому, если вы все еще этого не попробовали, то попробуйте прямо сейчас, потому что, блин, это реально очень хороший хостинг. И знаешь, мы им просто сами пользуемся с самого его основания. Просто с самого-самого его основания, когда там у них была бесплатная бета-версия, что называется. Вот мы с тех пор пользуемся, ни разу им не изменили, и только положительные эмоции ловим по этому, блин, чуваки. И даже если у вас какой-то негативный экспириенс был года три назад, попробуйте сейчас еще раз. Сейчас у них уже все по-другому. Уже и дата-центры другие, и сотрудники в техподдержке другие. И вообще все по красоте. Отвечают быстро, работают качественно, и вообще это просто очень круто. Да, да. Ну, я просто, опять же, напомню, что у нас есть реферальная ссылка для вас. eubesign.ru slash smart tape. Можете зайти туда, у нас на сайте, она у нас есть, и зарегаетесь, и как бы поддержите нас, опять же. Почему нет? eubesign.ru slash smart tape. Давай пойдем дальше. Там что-то классное. Что-то классное дальше. Дальше у нас Макс Крамер нам предложил статью. Пишет, привет, недавно на vc.ru вышел вперед интересная статья топ-3 programming language to watch out in 2019 от Digital SkyNet. Есть три языка программирования, которые нужно учить в 2К19 году. Да, это исследование не истина в последней инстанции, но посмотреть точно стоит. Причем он как настоящий, так сказать, я не знаю кто, типа NLPшник, он сказал, что на vc.ru вышел перевод, а нам-то он прикладывает оригинал с Хакер Нуныча. Вот, я причем... И мы, естественно, с Хакер Нунычей смотрим. Да, я просто не поленился найти на vc.ru и там полуурезанная статья, поэтому пошли, Кань, в жопу. То есть там именно не прямой перевод, а там еще перевод и вольная интерпретация. Там, знаешь, опустили подробности, которые им не нравятся, в том числе, например, картинки. Причем, я сейчас глянул по спойлерам сам себе все три языка только что, и все три языка очень прозаично, к сожалению. Конечно, опять же, если бы просто мы с тобой обсуждали, мы бы эти, наверное, и сказали все. Да, да, да. И даже, возможно, бы третий бы сказали бы, как бы он был, не был бы не настолько популярен. Да, как бы он просто настолько же на слуху, что стопудово бы сказали. Поэтому, да. Ну, может быть, да. Ну, давай. Давай. Так вот. Статья начинается с того, что мы, чуваки, разработчики, каждая часть кода, которую мы пишем, она вообще несет какую-то ответственность. Мы ее выпускаем в мир, она меняет вообще судьбу человечества, мы должны этим гордиться и быть более ответственными, типа, потому что целый мир смотрит на нас, на наш код, создает еще больше магии и так далее, и тому подобное. Короче, суть-то в чем? Суть в том, что понятное дело, что сейчас развиваются определенные отрасли. Ну, то есть, например, очень бурно развивается блокчейн, искусственный интеллект, машин-лернинг и так далее. И просто исторически для этих областей, ну, как бы, какие-то языки программирования были более адаптированы, там, популярны и так далее. Поэтому у этих языков программирования, типа, есть преимущества в нынешний век, просто потому, что вот, ну, они более востребованы и прикладные. Хотя, опять же, вот при слове машин-лернинг, не то чтобы пайтон, у меня в голове всплывает, но здесь пишут, что для дета-аналитиксов AI и машин-лернинга как раз пайтон и используется, ну, очень часто. Я вот как раз про R слышал. Я в основном как раз про пайтона слышал, да. Но, может быть, это самый банальный ответ, знаешь, какие-нибудь чуваки, которые этим занимаются, сказали бы, ну, типа, уже есть и получше, вот. Ну, тем более, что я от некоторых чуваков слышу, что и пайтон-то уже не тот, и, знаешь, типа, много им в пайтоне нравится, которые суперпитонисты были всегда, и все перешли на третий язык, который ты назовешь, на самом деле. Стараются переходить. Ну, видишь, тут, как обычно, есть вот этот классический холивар между интерпретируемыми языками с динамической типизацией и компилируемыми со статической, и как бы в этом основная разница пайтона и R, например. То есть, R это статистический язык программирования, который вот со статической типизацией, короче говоря. Ну, в смысле, как C ты имеешь в виду? Ну, как Java. Почему ты C именно? Ну, извините, ну, захотелось. Ну, да, да, я просто сейчас гуглю именно... Ты посмотри, посмотри, мы сейчас ошибемся. А то статистический... И соседний подкаст у нас не такой соседний будет. Нет, система типов динамическая. Нет, я лох. Тупо лох. Просто я спутал статистический и статический. Ну, бывает, старуха-проруха, но я почуял неладное, и поэтому перепроверил. Короче говоря, нет, он тоже динамический, но неважно. В общем, под R тоже много инструментария для дата-анализа, вот, и поэтому это как бы вопрос того уже, кто на чем, так сказать, кто во что гораст. В чем суть? Суть в том, что семь причин, почему нужно использовать Python, мы с тобой миллиард раз это обсуждали. С него прикольно начинать, у него прикольное большое комьюнити, много работы, ну, в смысле, именно career opportunities. Вот, потом Python, не только AI, ML, естественно, это и веб-разработка, то есть Django никто не отменял, Raspberry Pi, можно под Raspberry Pi на Python писать. Вообще Python, это скриптовый язык, на нем можно именно shell скрипты для Linux писать, то есть там папки перемещать, всякое такое. Там не обязательно именно на башевском языке писать, можно и на Python. Python много где по умолчанию предустановлен, в том числе на Mac'ах и так далее. Потом, смешно, у нас в комментах, а у нас сейчас премьера идет с 192 выпуска, пока мы пишем. Вот, я надеюсь, что и с 193 премьера идет, то есть вы нас сейчас слышите в формате премьеры, но в 192 премьере сейчас нам спишут, извините, а я правильно понял, что Cartava это Ярл, а Тормознут это Конанг, а Патрон это Бесстрашные Воительницы? Ярл, это, видимо, потому что Бородатый, а Конанг, я не знаю почему. Подожди, но это, во-первых, два разных титула. Конанг это чувак, который суперкороль, это главный чувак викингов. Конанг это мэр, это именно города, а Ярл это целый государь. Конанг это чувак, который объединенный король нескольких племен, условно, викингов, а Ярл это просто один из чуваков главных в племени, точнее, главный чувак в племени, а Конанг главный чувак нескольких племенов, то есть это как король, а Ярл это как князь, условно. Царь и князь, уже тебе говорили? Король и князь это смешение стилей были, а вот царь... Да, я стилею, что не смешно. Но патроны — это бесстрашная воительница, это смешно, да. Ладно, возвращаемся. В общем, Python можно использовать и в крупных корпорациях, и в стартапах. Он типа супер универсальный, бла-бла-бла, индустрия 4.0 двигается, поэтому... Индустрия 4.0, кто не знает, а я участвовал в конференции по индустрии 4.0, когда в магистратуре учился, это интернет вещей. То есть то, что сейчас интернет ушел не только в веб-пространство, но еще и в вещи. Что типа они все тоже законные, актенные и все такое. Вот там, видимо, много чего можно на Python под них писать. По крайней мере, судя по статье. Так вот, прикладной смысл Python. Первый — это data analysis, второй — это web development, то есть полно библиотек для всего. И для реквестов, ну то есть для HTTP запросов, обработки туда-сюда, для парсинга RSS-ок даже есть. Именно fit parser библиотека на Python типа классная. Вот. И так далее и тому подобное. То есть про Django, Django CMS там и так далее, про микрофреймворки типа Flask и Bottle вообще не о чем говорить. Мы, кстати, с тобой, если помнишь, на Bottle писали микропривожение, когда по MongoDB курсы проходили. Вот. Я даже диплом на Bottle защитил. Давно это было? Да-да-да, это давно было, да. Но все еще помню. Такой прикольный микрофреймворк, MVC-шный. Вот. Ну и третий, естественно, по тебе научный прикладной смысл. То есть что там много библиотек типа SciPu или Pai, SciPai, Pandas, I, Python, also NumPy. Ой, мне просто, знаешь, вот мы все это говорим, типа научные там, а вот кто-нибудь из подписчиков бы написал в комментах реально, блин, пользуюсь SciPai, и я там, у меня уже нобелевская премия, потому что я там посчитал количество частиц там в говне мамонтов каких-нибудь. Ну реально, то есть это будет круто, потому что мы об этом каждый раз так говорим, но как бы никто на деле сам это не пробовал и так далее. То есть я помню, когда я, я что-то сегодня очень много хвастаюсь, но тем не менее, когда я, ну сейчас не очень хвастаюсь, то когда я учился в магистратуре по программированию искусственного интеллекта, откуда вылетел, так сказать, с треском, вот, там как раз у нас была одна из библиотек, ну точнее, не библиотек, а нам предлагали использовать прилы, именно юниксовые для консоли, типа аналоги MATLAB, только именно консольные, и вот там тоже именно Python-овское какое-то говно было, я не помню какое, возможно NumPy, я не знаю, вот, именно просто в консоли там комплексные числа, просто всякий досвидос, я как бы сейчас просто даже, ну, придумать такое не могу, а там это реально бы, и как бы именно все облизывались, что у меня маг, потому что мне очень легко было накатить это говно, я мог просто сразу в терминале сейчас считать комплексные числа, и все такие, блин, блин, классно, комплексные числа, ну, типа, что-то, что-то такое, модулярная арифметика, вау, а, да, не останавливайся, вот, в таком духе, и как бы, вот мне хочется сейчас узнать, именно вот от таких людей что-то прям, ну, классное про Python, потому что, да, education sector, то, что в обучении Python часто используют, во всех школах, колледжах преподают, чтобы ты знал, даже сейчас в российских школах на Python учат программирование. А, так все уже, скоро на го. Да, причем, дальше пятый пункт, это ERP development, это, каждый раз забывая, типа там, enterprise, relation, product, писька, короче, внутренние системки, как CRM, только ERP-шки, типа, анализировать дату внутри компании, отчеты всякие и так далее, вот такие штуки. Почему, ну, почему, написано почему, почему, да, потому что есть ODU и Triton какие-то, которые на Python написаны, и это типа именно классные ERP-шки, не в курсе. Дальше опять пятый пункт, сбилась немножечко у Хакер Нуночей, нумерация, games development. Вот это я у тебя хотел спросить, что реально на Python еще игры пишут? Конечно, конечно, но это супер нераспространенное дерьмо, но я знаю, что если ты хочешь научиться, короче, Python, просто именно изучить Python, то, короче, есть прям упражнения игры, которые ты делаешь на Python и, короче, познаешь. Вот это я точно знаю. Ну, в смысле, игры-игры не делают в привычном нам понимании с тобой, но это именно для обучения все, короче. Вот именно обучая игры, которые ты напишешь и обучишься программированием на Python. Вот так. Потому что, опять же, я, когда программировали искусственные интеллекты, у нас там был именно программирование игр, предмет, и там надо было именно алгоритмы программировать, когда там точечка убегает от других точечек именно там по алгоритму письки Шино, Хафмана, но только не Хафман и Клод Шино, это все-таки модулярная арифметика, а там именно какие-то алгоритмы умные, там типа зигзаг, когда там по кратчайшей линии от тебя убегает, точка, всякая такая типа умная хреновина на самом деле. И там были люди, которые на Unity сразу писали, прям 3D-шное говно, то есть не как я на JavaScript точечками, да, убегал, а там именно Unity, нет, C++ на Unity. А, настолько? Да. Я просто знаю, что у нас C Sharp обычно. Вот есть, я сейчас попробую гуглануть, опять же у нас... Нет, у них есть, по-моему у них есть, но это просто, знаешь, это надо еще и знание иметь, да, с ввиду, чтобы на C++ написать. Да, тут написано Unity, позволяет писать скрипты на трех языках, C Sharp, Java и Bu. Что такое Bu? А потом все остальное издевательство над всеми собой. Странно. Короче, они что-то с C++ делали, вот, то ли какой-нибудь там Unity скомпилированный под C++ двигатель, не знаю, насрать. В общем, суть в чем, я по JavaScript смотрел именно микробиблиотечки, чтобы точечки бегали по кенвасу, вот, и у нас не было ограничений, естественно, то есть на чем хочешь, главное реализовать алгоритм зигзага, шино и так далее, вот, и были чуваки, которые на Python это делают, я не знаю, зачем, чего, кого, в результате все равно они все потом на C++ ушли, вот, второе язык JavaScript, как несложно догадаться, потому что, опять же, супер многофункциональное, супер вообще прикладное в любой сфере, начиная от веб-разработок, заканчивая серверными бэкэндами, десктопными приложениями и мобильными приложениями, то есть практически фулл спектр, так сказать, вот, ну и опять же, мне интересно, ну, то, что ноду много кто уже использует в продакшне, это ок, хотя, опять же, уже миллиард статей появилось, типа, чуваки, если вы используете ноду как свой сервак, то вы упоролись, ну, то есть, там, типа того, что, чтобы задеплоить ноду, надо использовать PM2, она там кластеризуется, и вообще, типа, столько инструментов, просто потому, что изначально нода не была предназначена для многопоточности, вообще для, там, хорошей обработки, что, условно говоря, опишки на Go в миллиард раз более, как бы, просто приятно выглядят и меньше инструментов требуют, что, как бы, много кто уже уходит от ноды именно на Go пишет опишки, то есть, если даже это не брать во внимание, на ноде их до сих пор до хрена, экспресс, коа, там, все вот это, все классно, бла-бла-бла, здорово, мобильное приложение, React Native сейчас супербыстрый, вот, но, опять же, Flutter, о котором я говорил, дартовский, он, по слухам, раза в два примерно быстрее, то есть, он уже к нативке приближается практически 90% скорости от 100, там, где 100, это нативка, вот, поэтому тут JavaScript все еще немножко посасывает с React Native, но уже как бы больше, с заглотом, я даже, ну да, смешно, но уже быстрее, чем PhoneGap и Cardovo, PhoneGap и Cardovo вообще говнище были, просто там 10 FPS, а Flutter уже все-таки около 50, о господи, Flutter, React Native, ну, опять же, в зависимости от того, что там, но тем не менее, да, React Native это уже круто, ну, опять же, про десктопный и электрон, на хороших компах, да, на плохих, никогда, никогда, вот, потом дальше, какие фреймворки надо выучить, must learn, Angular React, Vue.js, Meteor.js, лол, Meteor, Backbone, Polymer, это уже, знаешь, такой аппарат из какого-то, геронтифилии, практически, да, что-то из геронтифилии, уже как бы вот давно их надо было бы похоронить, хотя Polymer активно еще используется, вот, а Ember еще здесь нет, на Ember одно время iTunes был написан, постоянно буду это упоминать, не знаю, на чем сейчас написано, раньше был на Ember, по бреду, вот, ну и третий язык Go, то есть все это супер новиночка, несмотря на то, что официально он был релизнут аж в 12, представляешь, насколько давно это было, ну это очень давно, его правда Google только после этого подручники взял и начал как бы продвигать, но реально в 2012 он был уже релизнут, и да, он статически типизированный, как C++ и Java, такой же простой язык для использования и для изучения, как Python и JavaScript, вот, и он именно хорошо адаптирован под хорошие сети, high-performance networking и multiprocessing, на много ядрах из коробки работает, не надо там танцевать с бубном, чтобы его там распараллелить, закластеризовать в рамках одной тачки, то есть, ну я так понимаю, что горизонтально по другим тачкам тоже он масштабируется, так что нормально, поэтому, блин, Go это, конечно, круто, хочется, хочется, я не знаю, я просто, вот, я говорю, чуваки, которые на Python писали, еще вот на прошлой работе, питонисты, именно они, вообще многие переходят на Go, даже не то, что переходят, у них у всех желание писать на Go, и, видимо, я вот как-то слишком, знаешь, подозрительно, они говорят, что слишком круто, вот подозрительно как-то, ой, да, ну, во-первых, каждый свое болото хвалит, это нельзя исключать, ну реально, это нельзя исключать, это как MongoDB, был момент, что его все хвалили, что там Foursquare на нем, там все, да, светло. Не, но MongoDB до сих пор, как бы, никто плохо не говорит. Да ладно, вот уже очень много в индустрии пишут, что все, мы отказались от Mongo окончательно, потому что... И обратно на Revision? На Postgres обратно ушли, да, тем более в Postgres в 10 добавили масштабирование по, прям по таблицам. Я знаю, что Postgres любят, я знаю, но чтобы прям с Mongo уйти на Postgres обратно? Да, да, с 10 версии много чего добавили, я не говорю уже про формат JSON-B, который еще раньше добавили, когда ты именно, как в Mongo, можешь JSON-объекты хранить внутри ячеек, то есть прям формат, в таблице формат ячейки JSON-B, что там внутри без схемы данных лежат JSON-документы, то есть уже практически Mongo в Postgres, но начиная с 10 версии, можно масштабировать по таблично, типа одну таблицу на одной тачке, другую на другой и так далее, потому что там к одной таблице условно запросов больше, чем ко всей остальной базе, ее выделили там на отдельную тачку, вот это сделали в 10 версии, это классно, это очень здорово, то есть Postgres, блин, сильно живет, ну даром, что он open-source реально, просто суть в чем, суть в том, что реально рассказывали о ситуациях, что в Mongo нет миграции, но их там реально нет, я поискал библиотеки, я просто спорил в телеге, в чатике, не помню в чем, в нодовском чатике или в авьюшном, в каком-то из них, я пытался защищать Mongo, и меня насовали прям по полной, потому что реально там нет миграции, то есть вот есть в продакшене уже прил, и надо вдруг прогнать миграцию, для того, чтобы у всех существующих каких-то записей добавить новое поле, вдруг по какой-то причине, потому что в любом случае, хоть мы и говорим, что Mongo она скималась, все равно мы используем, например, в ноде Монгус, библиотеку, которая делает схему для Монги, и специально делает, чтобы в приложении не было разночтений, чтобы там вот в одном и том же поле в документах хранился стопудово один тип данных, потому что он у нас в приложении, оттуда, блин, достается, если там внезапно вместо строки массив, то будет как бы беда, то есть все равно мы делаем скиму для этой базы, а потом надо прогнать миграцию, и нету нормальных решений, и все отваливается, и короче все уходят обратно на Postgres, все вот эта истерия Монговская для многих вещей прошла, для сессии ее по-прежнему используют, для очень быстрого хранилища, но опять же, Redis используют больше, потому что он весь в оперативке хранится, он тупо быстрее, чем Монга, поэтому тут как бы это сложно, и еще кроме этого, есть такая тема, что вот я говорю, как же там Foursquare и так далее, чуваки такие, да ты подожди, сейчас давай посмотрим, и короче почти все чуваки, которые использовали Монгу на старте, у них во время их IPO один и тот же фонд, короче, их всех проспонсировал, и то есть они практически по контракту должны были пиарить друг друга, пиарить Монгу, акцентировать внимание, что они ее юзают и так далее, то есть там оказывается не так все чисто и здорово, как я думал для себя изначально, то есть там первоначальный пиар, он был именно такой, целенаправленный, и они хотели прям ее вывести как что-то хайповое и прикольное, ну то есть опять же, для каких-то быстрых прототипов она реально классная, там очень можно быстро накидать и так далее, потом в жуткий Enterprise с ней уходить типа-типа неудобно, я бы опять же, если так уж быть честным, я бы очень хотел увидеть у нас в комментариях какие-то мнения обратные, которые сильно защищают Монгу и аргументированно, то есть прям какие-то там опять же истории жизни, что-то такое, было бы очень круто, но вот... Ну не, ну знаешь, если на маленьких проектах, то тебе 100 миллионов таких сделают, ну не на маленьких, окей, но на средних проектах, на таких на средненьких, мне кажется, Монга всем заходила, потому что типа уже когда, уже когда неохота хранить лишние данные, но еще не настолько, что тебе надо прям быть супер-энтерпрайз-буллитпруфным чуваком, то вот на этой стадии многие чуваки используют Монгу. Понимаешь? Но я не знаю, напишут нам в комментариях или не напишут такие, конечно, кейсы. Ну вот видишь, опять же, а почему для маленьких и средних круто? Просто потому что с Кимолос и быстро можно прототип накидать? Или почему-то... Или потому что быстро, но опять же есть вещи и быстрее, то есть это все... Хочется бенчмарков каких-то, просто потому что, так сказать, модель данных на фронте... Ну удобно, можно говно пихать любое, хоть куда и... Говно пихать. Я уже представляю этот отдых на корпоративном сайте Tengen. Слушайте, на рубашу данных можно говно все как-то пихать. Удобно, можно говно пихать. Да, да. Ну это прикольно, но вот у нас-то тема про три языка. Python, JavaScript, Go. Ставьте лайк, если какой-то из этих языков вам нравится. Вот. Тут в конце статьи еще даны старые инфографики про языки программирования. Там, во-первых, одна про Властелин колец, ну и она тоже уже супер старая, там нету никаких ни Go, естественно, ничего. Вот. И там инфографика еще где именно тест. Почему вы учите, ты-ты-ты-ты-ты, и в результате там какие вам нравятся игрушки. Старая, уродливая игрушка, которую я очень люблю, вот только тогда надо выбирать PHP. Там, знаешь, вот всякий такой стереотипный бред. Мы с тобой и ту, и другую на самом деле обсуждали уже тысячу раз, поэтому как бы даже это неинтересно за мной на них останавливаться. Вот такая статья на Хакер Нуни. Прикольно. Действительно, как сказал Макс Крамер, посмотреть точно стоит. И действительно, не истина в последней инстанции. То есть, опять же, как бы каждый для себя выбирает сам тот язык, который нужно изучать. Но очевидно, да, что это топ-3. То есть, позиции могут меняться. Да, естественно, что какой-нибудь условный умбутун тебе, может быть, другой бы назвал. Другие топ-3. Понимаешь, он бы сказал свой топ-3. А здесь объективно топ-3 индустрии. Потому что, опять же, если бы ты из Rockstar чуваков спросил, они бы тебе сказали просто C-Sharp или C++. Свои топ-3, да. Но видишь, кто-то считает, что его топ-3 это главный топ-3, понимаешь? Ну, а кто его правильный, единственный правильный топ-3? Мне кажется, только... Тут видишь топовость. Определение топовости. Оно такое. Именно... Ну, ты понимаешь. Топовость, в смысле, если топ популярных... Я думаю, популярных, конечно. То, наверное, все-таки вот эти топ-3, конечно, да. Вот. А если топовость, там, не знаю, по производительности, то, наверное, тебе другие бы сказали. Вот. Вот. Ну, что, погнали дальше. Такую вспышку сейчас вам зачитаю. ВРФ могут обязать производителей электроники предустанавливать отечественное ПО. И это... Это нам что, предлагали? Нет, это не нам предлагали. Это ты где-то нашел такую хреновину. Ну, это я просто подписан на Security Lab. не был, а есть на Security Lab телеграм-канал, поэтому там и увидел. Угу. Значит, Фасычи, Фасычи, Федеральная антимонопольная служба. Мы ее начинаем что-то упоминать уже в каждом подкасте. Хотят? Хотим, упоминаем. Хотим, упоминаем, да. У нас достаточно много сегодня джаваскрипта и программирования, чтобы мы могли про Фасычу Тарик сказать. Конечно, конечно. Вот они намерены бороться с доминированием Google, Apple и Microsoft. на российском рынке и обеспечить благоприятные условия для отечественных производителей ПО. Они хотят, знаешь, что сделать? Обязать пацанов, которые нам поставляют гаджеты современные, чтобы там у нас уже было все установлено, так сказать, российское. Обязательно установлено, не обязательно, точнее, обязательно установлено, но это можно удалить пользователю самому и обязательно, чтобы чуваки, которые нам гаджеты поставляют, они нам не предудаляли это дерьмо. То есть, если ты в России торгуешь айфонами, то будь добр, чтобы у тебя там... И вот это странно, вот с Apple очень сложно понимать это. То есть, с Google я понимаю, то есть, с Android устройствами я понимаю, хорошо, допустим. туда можно поставить... Ты понимаешь, как реализовать или этическую... Да, как реализовать. И как реализовать, и как идти... Вообще, все это понимается, в принципе, совсем кроме Apple, потому что я уверен, что у Apple самая консервативная в этом плане политика на рынке, скорее всего. Они скажут, чуваки, вы чубар, какого Касперского поставить? Чуб! Вот так вот. Во-первых. Во-вторых, чтобы айфоны продавались с предустановленным Касперским условным, или, я не знаю, с чем еще предустановленным. И самое главное, что в iOS мало чего можно кастомить самому, ничего нельзя кастомить, кроме как приложение устанавливать, по сути. Не, но тут же и надо, что приустановить. Тут же не то, чтобы в код внести изменения. Ну да, но это в общем... Даже это, даже это будет покажется очень странным, что уже в принципе показалось. Здесь они, короче, пацаны из ФАСа наткнулись на то, что им ассоциация торговых компаний и производители электробытовой компьютерной техники РАТЭК, членами которой являются собственно Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и прочее, они прям написали руководителю ФАСа, видимо, в личку, возможно, на ВК, Игорь Артемиеву, написали, что не согласны с предлагаемыми ограничениями, что надо устанавливать все вот это вот все. Естественно, кто за законопроект выступил? Такие чуваки, как Mail.ru Group, лаборатория Касперского, МТС, Мегафон и Русофт. То есть, ну, естественно, чье ПО и будет устанавливаться. Вот я только хотел сказать, когда мы здесь видим именно разработчиков и дистрибьюторов ПО. Короче говоря, интересное, интересное решение, посмотрим, что из этого будет. Будут ли действительно айфоны сразу же с установленным? Я даже не уверен, там нет Касперского, мне кажется, в iTunes. В смысле, в App Store. Мне кажется, иногда, что вот они решили его выпустить и думают, а давай, короче, обяжем, чтобы сразу, как бы, у нас было много установленных. Или наоборот, не, давай, не, а давай, короче, обяжем. Так, нам надо быстро выпустить эпку, короче, которая ничего, вирусы не проверяет, просто будет написано Касперский. И сейчас выпустят ее. Слушай, давай узнаем, я просто хочу теперь узнать, есть ли в App Store Касперский, хоть какой-то, хоть вообще, хоть намек на Касперского, хоть, не знаю, там, Кас, Ир, антивирус, зашел. Есть, Касперский security cloud, а? Будет установлен на тебе. Что-то такое есть. Слава богу, наверное, можно будет удалить. Один вопрос, вот чисто, опять же, про реализацию. К чьей учетке, простите, он будет прикреплен? Понимаешь? То есть, если к учетке менеджера магазина, то без его пароля оно мне не обновится никогда. Может быть, знаешь, там будет так, типа, вот вы покупаете iPhone, мы сейчас вам установим Касперский антивирус. Ну, это тупо, да? Ты тем более покупаешь на базаре у чуваков. Ну, ладно, в общем, ну, типа, ты покупаешь в салоне, типа, салон авторизован, авторизирован, и они, типа... Если только у тебя при покупке не будут заводить тебе учетку, ставить тебе сразу на нее принудительно. Ну, это уже страшно. во-первых, нарушение конституции, во-вторых, просто бред, это долго очень. Ну, и тем более, что это ты можешь сам удалить сразу, это не то, чтобы самое главное в жизни, в твоей, то есть, это не... Ну, в общем, короче, не знаю, как это будет с Apple, точно не знаю. Может быть, у Android как-то прокатывает, может быть, там есть какая-нибудь гостевая учетка, на которой будет устанавливаться. Вот, с Microsoft тоже, может быть, это все может быть. Но пока с iPhone'ами непонятно, и с iPad'ами. С iPad'ами. И вообще, до 10 килограмм, между прочим, то есть, и на MacBook'е, они не весят ни хрена, будет установлено что-то такое. Смешно. Хорошо, пойдем дальше. Я думаю, что реселлеров просто обяжут предустанавливать и все. Вот я до недавнего момента даже не знал, что есть специальные демо iPhone'ы, на которых именно предустановлена специальная демо iOS'а, у которой есть вот этот скринсейвер, который, знаешь, в МТС'ах идешь, или в мегафонах, опять же, и там они крутятся, там, прикольненькие, там, показывают тебе прилы, какие бывают и так далее. Это не то, чтобы именно приложение демо, а это целая демо-прошивка, которую только с корнем через суперсброс можно убрать оттуда. И это как бы, ну, это именно штука, которую Apple сделала специально для реселлеров, для ритейлеров. Поэтому, может быть, и здесь что-то подобное будет. В конце концов, начиная с какой-то прошивки же был, бесплатно iWork ставился, типа Pages, Keynotes, Numbers и GarageBand. И iMovie еще, вот, и iFoto, может быть. Вот, короче, вот шесть прилов, эти ставились по дефолту. Почему бы и не поставить седьмым Касперский? Не, ну это Apple тебе сказали так поставить, а как они Касперского не в жизни не заходят. а тут это просто именно Apple Russia. Им скажут, чуваки, хотите у нас торговать, ставьте, вам что, жалко, что ли? То есть, я больше чем уверен, что в Китае какой-нибудь байду условный сразу ставится уже на айфоны. Ну, может быть, и никого это не смущает. Может быть, может быть, никого не смущает. Да, они только рады. А у нас с Касперскому будешь рад security lab? Я да. Ладно, короче, пацаны, перед тем, как Саня расскажет еще одну классную темку, интересную, мне прям хочется узнать, что там дальше будет. Я с нетерпением вам практически рекомендую зайти на uvbizign.ru slash about на страницу с контактами к нам на сайт, и у нас там будут ссылки, например, на наш чат в Телеграме. Можете туда добавляться, можете там общаться, и это круто, потому что там, ну, вы нигде такого экспириенса не получите, как у нас в чате к uvbizign. Правда. Это просто классное живое комьюнити, в котором вам и помогут по делу, а реально я видел, как там помогают по делу, это не миф. Вот. И в том числе можете деграднуть нормально так. Поэтому просто мы не будем вуалировать, у нас там, мне маты запрещены, у нас там вообще до свидетельства происходит. Разрешены. У нас все разрешено, и все даже настаиваем, чтобы там все это было. И даже больше, да. uvbizign.ru slash about. Да, там все ссылки. Давай, пойдем. Значит, далее нам Андрей прокомментировал. Он нам ее, опять же, по-моему, Андрей дважды эту темку скинул. Один раз в комменты именно где темы к подкасту, второй раз, я не помню в каком порядке, просто к предыдущему подкасту в комментах выложил. Отличная новая статья от Абрамова. От Дэна Абрамова, как вы, собственно, догадались. Прямо под фоточкой Дэна Абрамова из 191-го выпуска нам предложили еще одну темку про него. У него на overreacted.io, я имею в виду не у Андрея, а все-таки у Дэна Абрамова. И мне вот интересно, Никит, как ты понимаешь это? Вот ты туда заходишь, там написано originally written in English и русский в скобках авторский перевод. Это значит, что он сам перевел. Да, 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 конечно. Ну, тем более, что видишь там снизу те переводы, которые переводы, они снизу отдельно. Транслейт Да, да, это прям он могет. Это он прям русский знает. Ну, просто он достаточно неплохо его знает. То есть, ну, как бы, наверное, он просто русский. Ну, наверное, он все-таки из России. Да, да. Ну, то есть, сейчас-то он уже стопудово в Лондоне. Ну, не, это хорошо, что он могет, потому что, знаешь, типа, кто в Лондоне, они обычно плохо уже могут. Тем более, а здесь он именно хорошо пишет. Ну, то есть, абсолютно наитив спикер. Потому что даже заголовок, в чем я не шарю в 2К18. То есть, ему бы только еще 2К18 осталось здесь написать. И как бы, да, и максимальный мемолог Дэна Брама. В чем я шарю, это в мемах. Так вот. Ну, и он пишет, что, типа, часто... Это, опять же, это полностью статья про него, как бы. Вот. Ну, во-первых, он такая яркая фигура разработки. Во-вторых, я его приводил в пример, как топового фронтендера, что называется по этому. Почему бы и не рассмотреть его статью про него же самого? Вот. Но он пишет, что его воспринимают часто как всезнайку. И типа, что на самом деле, говорит, я до хрена чего не знаю. Он спрашивает, вообще, зачем такое писать? Он говорит, ну, просто прикольно, типа, почему бы и не написать? Он пишет еще, но ведь сайты делать это не в мордор ходить. Это он к чему? К тому, что диаграммы, типа, фронтенд 2К18 по изощренности напоминают черновеки Толкием. Вот. Поэтому, вот немногие вещи. Unix и Bash. Я, говорит, знаю LSCD и все. Остальное, говорит, гуглю. Угу. Ну, почему бы... Не, ну, значит, либо он мало пишет, либо ему мало вообще нужно в командной строке что-то делать, потому что это же просто даже необязательно учить наизусть, сидеть, заучивать, это же просто, типа, ты просто запоминаешь от количества использования. Да, да, то есть это именно когда ты 10К часов нарабатываешь на этом в девопсных делах, ты уже тарг, значит, не надо. Хоп-хоп-хоп делаешь и все. То есть просто, да, он не админит сервера и почему бы и нет. Низкоуровневые языки. Я, говорит, конечно, понимаешь, что в ассемблере можно прыгать по коду и манипулировать регистрами, но только в теории. Я, говорит, написал... Я что-то вспомнил, как мы прыгали по регистрам. Да, да, это, конечно, незабываемый опыт, если честно. Я написал пару строк C, могу задереференсить указатель, но ручное управление памяти это темный лес. До раз как-то руки не дошли. До раз полный. Ну, я помню только что move DS собака data move DS AX. Move AS собака data move DS AX. Ну, да, я это тоже помню. Помню, что X это больше, там типа 16-разрядный или 8-разрядный, а S это там 4-разрядный или 8-разрядный. Ну, короче, в два раза меньше, чем X регистр. Сети. Я знаю, что у компьютеров есть IP-адреса, и что DNS позволяет находить хосты по доменам. Есть протоколы типа TCP IP, которые дают нам абстракцию над ненадежными соединениями. Глубже я не вникал. Смешно, честно. Вот приятно осознать, что ты в чем-то шаришь лучше, чем Дэн Абрамов, да? Не знаю, как тебе, мне чуть-чуть приятно, да. Приятнее сказать. Вообще нормально, подщекачивает аж. Кстати, там где топ-3 programming languages про Go, Docker и Kubernetes на Go написаны. Ну, вот. Это там как плюс Go, что типа вообще вся контейнерная виртуализация, она на Go, и как бы это круто. Вот. Ну и здесь, собственно, Дэн Абрамов пишет, что никогда не использовал Docker или Kubernetes, в скобках, они как-то связаны. Похоже на способ предсказуемый запускать и изолировать виртуал машин? Вопросительный знак. Ну, вот тоже. Кстати, странно, что он это не запускал. Это-то я думал, как раз он постоянно делает. Он, видимо, работает именно, ну, мы знаем, да, что он, кажется, в Facebook работает. Там за них уже все это делают. Запущено уже все? Нет, там все контейнеры крутятся уже. Ну, ладно, допустим. Он только в GitLab пушит и все. И у него уже сразу собирается, там все везде крутится, он только тестит и все. Ну, то есть, сайт проекта он никакие не делает? Ну, типа для себя что-нибудь. Ну, зачем ему только в Docker заворачивать? Он, мне кажется, любой его сайт проект работает с внешними IP-шками и внешними базами данных. Нет, ладно так, просто ты взял проект чей-то, он завертан у тебя уже. Потому что надо чей-то проект развернуть. Ну, то есть, типа не обязательно свое дерьмо. Обычно что завернуто? Обычно завернуто, когда есть база данных. Мне кажется, 99% Docker контейнеров заворачиваются в контейнер не просто потому, что там сложный скрипт для запуска, а потому что там есть еще такой софт, как базы данных отдельные, какие-то для кэши штуки и так далее. То есть, именно это не просто апка, а именно апка с присадками со всеми, типа там бэкэнд, фронтенд. Да, там все вообще. Да, да, да. Поэтому, мне кажется, единственное, что он берет, как, ну, чужие проекты, это именно фронтовые части какие-то. Ну, может быть, да. Или уже целые библиотеки. И опять же, они уже где-то захостины и как бы ему насрать. То есть, он именно девопсовскими вещами, видимо, вообще не занимается. И как бы, ну, почему бы и нет. То есть, ну, сервер лес. Тоже не пробовал, бэкэндом я только занимался пять лет назад, и мне не очень понятно, как именно лямбда эту модель меняют. Ну, сервер лес я тоже не шарю, поэтому как бы не знаю. Во всем остальном, кстати, я шарю же, да, о том, о чем я говорю. Смешно. В кубернетисе. В кубернетисе особенно. Микросервис. Если я правильно понял, это просто смерть монолиту. Не пробовал, не знаю, в чем плюсы и минусы на практике. Плюсы в том, что можно масштабировать разные микросервисы по-разному. Когда у тебя монолит, тебе все приходится масштабировать из-за одного какого-то блока. А так бы ты выделил его в микросервис, несмотря на то, что это супернагруженный, но это микросервис, потому что архитектурный, это отдельный, так сказать, утилитарный сервис, который только одну какую-то штуку выполняет. Пайтон. Тут немножко стыдно. Я работал на питоновом бэкэнде пару лет, но так и не разобрался толком в языке. Например, семантика импортов для меня все еще загадка. Вот прочитал бы он статью про топ-3 языка программирования, он бы и докер с кибернетисом подучил и Пайтон. Нодовые бэкэнды. Я работал с нодой со стороны фронтэнд-тулинга, но я понятия не имею, как общаться из ноды с базой данных или сделать нормальный бэкэнд на ней. Даже с реактовыми вещами типа Next я не ходил дальше Hello World. Приятно, приятно осознавать. Нативная разработка. Я как-то пытался выучить Objective-C, но забил. До Swift не добрался, с Java не сложилось, хотя в скобках, в скобках, хотя после C Sharp я бы, наверное, в ней разобрался. А он именно, оказывается, C Sharp. Кроме JavaScript-а, он именно C Sharp хорошо знал всегда. Нифига. Прикольно, да. Алгоритмы. Если я выспался, я, наверное, могу написать сортировку пузырьком или QuickSort. И то, в скобках, если очень хорошо выспался. Могу пройтись по графу, если задача мне понятна практически. Я понимаю O от N нотацию, но не намного глубже, чем остерегайся цикла в цикле. Ну, алгоритмы, мне кажется, вот их именно пробитые инженеры, так скажем, знают. Вот. А все остальные используют функциональные библиотеки, типа Lodash. Там как-то это все реализовано и насрать. Как, да? Угу. Что-то он тут до хрена не знает. Я просто промотал вниз. И тут он... Чего он не написал реально там? Как, не знаю, как шнурки завязывать, что он не написал. Пельмени, как говорить. Функциональные языки. Я не пишу бегло ни на одном традиционно функциональном языке, если, конечно, вы не относитесь к ним JavaScript. JavaScript. Вообще, бегло я пишу только на JavaScript и C Sharp. И то C Sharp я уже подзабыл. Чтобы продраться через код, написанный на лиспах, хаскелях или наследниках ML, мне требуется усилие. Но тут как бы он не одинок, я думаю. Он усилищ, получается. Он усилищ, да. Функциональная терминология. Я не погружался глубже map и reduce. Мне трудно запомнить моноиды, функторы и так далее. С монадой я вроде разобрался, но, может быть, мне показалось. Смешно. Современный CSS. Пока я, не зная Flexbox и Grid, пилю на флотах. Приятно осознавать. Так там дальше еще круче. Ну, согласен, да. Методологии CSS. Я знаком с BEM в смысле конвенции, но не разбирался в ООО CSS и подобных. SAS. Не разбирался. COURS. Вот это хорошо. Это тоже приятно осознавать, да. От этих ошибок у меня холодный пот. Я знаю, что надо просто ставить правильные заголовки, но когда-то я убил на это кучу времени. Каждый, мне кажется, чувак, который работал с самописными опишками или сам писал опишки и хостил их где-то не пойми как, сталкивался с COURS. Потому что на локалке все классно, потом сразу все не классно, как только ты куда-то это деплоишь. Это да, это надо один раз просто выучить и все. HTTPS SSL. Никогда не настраивал. Понимаю идею про открытый и закрытый ключ, но толком не разбирался, как они работают. Приятно. GraphQL. Я могу прочитать запрос, но мне нужно будет с головой погрузиться в туториум, чтобы сделать что-то полезное. Например, я понятия не имею, как с ним работает погенец. Очень бы хотел тоже изучить GraphQL. Это же по идее у него там в соседней коморке сидят, пацаны. Вот так в том-то и дело. Но, видимо, нет. Видимо, в курилке не общаются на эти темы. Ну, туй. То есть у него, по идее, он должен хавать с граф Куэлличами. И как бы... Ну, что до хрена знает. Я сейчас вспомнил, когда мы с тобой пошли в столовку и вместо пирожков с творогом случайно взяли печёночные. И ты просто тупо не стал жрать, а я всё-таки схавал через силу. Потому что как бы бабки уже отдал, и почему бы и нет. Я хотел пирожок, я сожру пирожок, даже если он с печенью, да? Вот тут то же самое. Вот он хавал с печенью пирожок. Вот граф Куэллич, я думаю, не хаваю. И уже не слышал по поводу граф Куэлли, что ему там рассказывали. Возможно. Сокеты. Вроде бы это способ компьютером общаться вне модели запрос-ответ. На этом моё понимание заканчивается. Ну, в принципе, да. Подтоки. Streams. Я только работал с RX Observables, но это немного другая абстракция. Вот с нодовыми стримами у меня всегда были проблемы. Вечно буду закрывать или по сути ошибки растеряю. По пути ошибки растеряю. Ну, тут такое. Это просто от практики, опять же, по тебе. Electron. Руки не дошли. TypeScript. Могу читать код на нём, но ещё ничего толком на нём не писал. Пару раз пробовал, но не стал разбираться с ошибками. Смешно. Deployment и DevOps. Я могу послать себе файлы по FTP или прибить заезжий процесс, но на этом моё владение серверами заканчивается. Графика. Будь это Canvas, SVG, WebGL или низкоуровневый IP, я не чувствую себя комфортно, и мне сложно нарисовать ими, что я хочу. На самом деле, не так страшно. И вот из всего, что он говорил, такие вещи, как графика и SAS, максимально не страшные, например. Хотя для кого-то, может быть, и streams вообще не страшно. Надо один разобраться, раз просто и всё. А вообще. Ну и он как бы говорит, что я это почему написал? Просто я хотел сказать, можно сделать что-то популярное и всё равно много чего не знать. Психологический комфорт скачет независимо от знаний и умений. Пробелы в знаниях не обесценивают приобретённых с годами опыт. Самое смешное, что у него тут написан пост про то, что он знает, и его нет на русском. Да, да. Я тоже. Я переходил, видел, что его нет на русском и видел по бреду, что у него дата раньше, чем у другого. Да, у того, чего не знаю. Да. И суть в том, что у него на блоге именно так сделано, что там дата под заголовком это не дата написания, а дата последнего обновления. Понял. Поэтому у него тот последний как бы обновлён, но по факту он его изначально написал. Да, тут уже нету перевода не авторского и в общем-то тех переводов, которые на другие языки, их тоже намного меньше, чем у того. Это знаешь, опять же, по Ашманычу. Люди начитались новостей, потом поняли, что это говно не с ними произошло, им забалдели и пошли. Вот так же и там. Там прочитали, что он не шарит, забалдели и поэтому перевели сразу на все языки, а тут как бы уже то, что он шарит, неинтересно переводить, потому что там он классный. Да. Да. Ну, знаешь, я так понимаю, что в том, что он шарит, тут все-таки что-то космическое, потому что я вижу, что тут какие-то уже N плюс 1 формулы. Ну, хотелось бы, чтобы нам это тоже предложили в следующий раз, потому что я иначе забуду сам в канцелярию передать. Если вам хочется, чтобы мы рассмотрели, в чем он шарит, то предложите нам и мы тогда, во-первых, узнаем, что кому-то это надо, кроме того, что нам самим уже теперь интересно, в чем же он шарит. Вот. И просто мы не забудем. Ну, и все, переходим к последней темке. Да, заключительная темка. Если только ты не хочешь что-то как-то прокомментировать, а то как-то обрубил тебя. Да нет, классно на самом деле, молодец. Абрамыч написал, в чем не шарит, не зассал, тем более, что перечислил вещи, в которых люди все равно разбираются. То есть, знаешь, он не то, что написал, типа там, какие-то очень космические вещи, но скрыл там какие-то очень банальные вещи. Нет, он все по чеснорю написал, то не знаю, это не знаю. Вообще, если кто-то хочет, напишите Абрамычу, расскажите, что мы его тем кто-то обозревали. И Абрамыч, привет, если ты до этого момента дослушал, ты классный. Если ты все-таки знаешь русский, как native speaker. Да-да-да. Супер Ярик прокомментировал. Камера, мотор, big data. Как киностудии ищут новые фильмы с помощью ИИ? ИИ. Короче говоря, на самом деле темка-то такая, достаточно новостная. Просто, знаешь, темка, чтобы ее по радио, по какому-нибудь, вот, в какой-нибудь обед быстренько рассказать, типа, новости, игровой индустрии, только новости там, кино, новости IT. Короче, здесь просто рассказывается, что есть классные стартапы, которые обсчитывают big data различную, и могут на основе этого делать какие-то анализы. Не в смысле те анализы, которые вы сдаете там иногда в баночках. Те анализы хоть кто может делать? Анализы по поводу кино. По поводу кино, по поводу успешности кино, по поводу аудитории кино, вот этого всего. Вот эти вот циферки могут выдавать. Математику частейше. Значит, короче говоря, есть, допустим, стартап, который может считать big data на основе сценариев. Здесь перед этим есть предисловие про то, что всякие разные фильмы провалились, разные фильмы удались, и хотелось бы иногда высчитывать вообще как гадалка практически на гадате, какой же фильм провалится, а какой принесет бабло. И вот, например, Хан Соло, кстати говоря, от Walt Disney, есть такая компания Walt Disney, если вы не знали, и она снимает такую франшизу, как Звездные войны, да. Не будем говорить, что она снимала, что она раньше не снимала, как бы эту франшизу, теперь снимает. И вот Хан Соло фильм, между прочим, достаточно сильно провалился по баблу, хоть и кажется, что недостаточно сильно, но я так предполагаю, они хотели заработать все-таки на этом. Да. Но получилось, что они в минус. Что ожидали? Может быть, для кого-то это супер успех, а для них это полный отстой. Ну, для Никиты Михалкова, я думаю, был бы успех с 250 миллионов до 213 хотя бы отбиться. Ну да. Но для Walt Disney это никак. Вот никак. Такое вообще для них, я думаю, не очень хорошо. Тем более, это, понимаешь, это в прокате. Они, может быть, на блюриках еще 200 миллионов заработали и, в общем-то, окупились. Нет, конечно, я думаю, окупились, но они, наверное, других цифр ожидали. Да, весь мерч, какой-нибудь Лего Хансоло, ну это досвидос же, что там. Ну да. Лего Хансоло. Я только что тебе это сказал. А, ты Лего, да, сказал? Не, ну тогда там еще какой-нибудь Хансоло, там, я не знаю, еще какие-нибудь игрушки. Ну Лего Хансоло. Ну Лего Хансоло. Короче говоря, смотри, а игра, допустим, опять же, какая-нибудь там Лего. Причем от Travel Tales, да, от Лего Хансоло игра. Да, короче, ладно. Смотри, есть стартап скриптбук, который может посчитать, взять туда, загрузить PDF-очку и он тебе скажет, что у тебя кто вообще по сюжету в PDF-очке написан сценарий. Значит, по сценарию он тебе скажет вообще кто, что, как, даже практически он тебе рейтинг твоего кино сразу скажет. Он скажет тебе вообще какого это жанра кино. Да ладно, ты не знал, как я писал сценарий какого-то. Просто рок играем. Вот. Слушай, я представил себе, что чуваки, которые просто рок играют, они не знают, даже на самом деле чего они играют, поэтому просто рок. Вот. Они даже тебе... Слушай, Киркорича спрашиваешь, а он, я рок играю, просто на перьях уходит после этого и в блестках. Вот. Он тебе скажет, значит, каких лучше использовать актеров. Он тебе, в общем, подскажет по твоему сценарию... Каких актеров даже использует... Это прикольно, это интересно. Да-да-да, в общем, достаточно прикольная тема. И прикольная тема в том, что вот эта хреновина, скриптбук, она сначала обучалась на каком-то, на 6 тысяч с половиной существующих сценариев. Столько бывает вообще в мире? Это не очень много. Это не очень много. 6500 сценариев это мало. Это ноль сценариев. Ну ладно. Вот. Мне кажется, это даже не бигдейт. Ну что такое 6500? Ну ладно, внутри это бигдейт, а так если посчитать, подумать, что это каждый сценарий. это дохрена, я думаю. По символам, да-да-да-да. Это так-то дохрена, но по сути 6500 кино, это, ну, наверное, не знаю, за два года столько выходит. Да ты серьезно, что ли? Мне кажется, просто топ 250 фильмов это и то не 6500. Это всего 250. Короче, ладно. Все, подожди. 6500, в общем, ну ладно, 6500, допустим, достаточно многовато. Потом они прогнали все фильмы Sony от компании Sony и она очень точно показала, ну, уже вышедшие, она очень точно показала, что провалилось, что не провалилось. Я просто представил, что там у сценариев как бы заголовки есть и он просто по заголовкам спарсился и он пошел на кинопоиск, постучался, сказал, сколько оценка удалось. Не-не-не, он именно по сюжету, по сюжету, PDF-ки загрузили от Sony и очень точно выдал. Поэтому это умная хреновина и было бы хорошо, типа, вообще бы загружать в такую штуку свой сценарий. Например, короче, ну, есть, конечно, разные, по-разному, например, про La La Land он сказал, что все равно круть, классный фильм, но немножко недооценил, потому что La La Land он все-таки очень хорошо продался. Так он просто еще и оскароносный. Он оскаронулся и хорошо продался, да, и, короче, все-все-все, и снят был задешево. Соответственно, ну, очень большой прирост, вот, но машина все-таки посчитала похуже, что, ну, типа, не так. Видимо, все-таки даже для машины мюзикла это не очень круто. Потому что там передашь настроение, здесь играет торжественная музыка, да? Смеются, поют. Вот, да-да-да-да-да, поэтому, ну, это такое. Ладно, хорошо, окей, допустим, сценарий это еще полдела. Следующее, есть такая хреновина, как Merlin Video, тоже нейронка, там, хренонка, Big Data, Merlin Video, которой ты скармливаешь трейлер. А? Трейлер. Она, значит, ей скормили, вот здесь, на примере Логана, фильм Логан от Marvel, про последний исход Росомахи, того самого, которого играет Джулия Робертс, я хотел сказать, которого играет Леонардо Декабр, как же, как его зовут? Ну, вот вы поняли, да, Хью Джекман. Значит, проанализировал Логан трейлера, и она на основе трейлера выдает похожие фильмы, соответственно, ты можешь из этого уже складывать какую-то картину, то есть, на что похож твой фильм, какая у тебя аудитория, какую рекламную кампанию запускать, на каких людей, то есть, в принципе, можно какие-то выводы из этого строить, соответственно, Логана загнали, трейлерочек, и Merlin Video поняла, что там внутри есть, ну, там, во-первых, есть борода, она сказала, много бороды есть, много деревьев, волос на лице, автомобили есть, и мужчина есть, соответственно, этому она выстроила какие-то фильмы, в которых тоже есть борода, там это то, сё, там не только фильмы о супергероях прилетели, такие, как Люди Икс, Апокалипсис, Доктор Стрэндж, Бэтмен против Супермена, т.д. Джон Уик, например, она назвала. Любой фильм с Брэдли Купером, по идее, по бороде, но он должен был прилететь. Вот, но, например, что-то она дерьмово выбрала, например, она выбрала Тарзан, фильм Тарзан, видимо, из-за того, что были деревья, но вот никак по тематике, по окрасу, по всему вообще не соответствует, ну, по жанру вообще, Логану никак не соответствует фильм Тарзан. Вот, я хорошо хоть не тот Тарзан, который с Наташей Королёвой, да. И какие-то вещи она не порекомендовала, хотя могла бы порекомендовать, то есть, видишь, она смотрела трейлер, как бы глазами машины, но не вникала в то, например, Marvel. То есть, условно говоря, она могла порекомендовать, что Человек-муравей, например, посмотреть вместе с, или Дэдпул, вместе с Логаном, да, но всё, уже в Дэдпуле бород нет, деревьев нет, тачек нет, вот, и, соответственно, извините. Хотя, это на самом деле релевантное дерьмо, то есть, там в Дэдпуле же, по-моему, даже и есть Росомаха. Ну, то есть, я не имею в виду, в Росомахе начало есть Дэдпул, я имею в виду, другой Росомаха там, карикатурный, я уж не помню точно. В любом случае, это одна вселенная, и можно было бы как-то подсунуть, но, в общем, но нет. Короче говоря, вот, ещё такая хреновина есть, и есть просто штука, которая, которая, короче, на основе, если я вспомню, на основе билетов, продажи билетов, то есть, там есть база продажи билетов, вообще, как что купилось, как что продалось, как ходили люди, она на этой основе этих данных, может вам выдать статистику, выдать статистику, короче, сейчас скажу, то есть, я уже забыл, это тебе что-то своё надо загонять, или ты просто можешь посмотреть, просто база, и смотреть коммерчески выгодные признаки, то есть, ты находишь, набор признаков состоял из четырёх групп, кто, в эту группу входили параметры успешности режиссёра и актёров, что жанр и вознастоящий рейтинг фильма, когда, в какое время вышел фильм, насколько успешной, и группа там с гриберидными признаками, например, снимается ли приглашённый актёр, и т.д. Короче, в итоге, эта хреновина показывает, что, вообще, вот, все, если фильмы в общей куче взять, которые через неё прогнали, что самая топовая тема, это режиссёр, все идут на режиссёра, то есть, если есть Тарантино, то идут на Тарантино, потому что, короче, актёры, это круто, актёры, на самом деле, очень многое дают, написано 46%, но актёры очень дорогие, если ты берёшь, соответственно, они не отбиваются, то есть, ты берёшь очень крутых актёров, чтобы у тебя пришли люди смотреть кино, да, они придут на этих актёров, но так дорого будут стоить актёры, что они, по сути, в процентном соотношении, тебе не отобьют того бабла, если бы это не Тарантино снял один, условный, то есть, режиссёр всё решает, все идут, короче, на него, соответственно, ну, конечно же, на актёров, а там дальше уже остальное, там, вообще, их мало волнует остальное, по сути говоря, потому что все смотрят вот на это, ну, и, собственно, всё, в принципе, Вот неожиданность, да, то есть, я-то всегда думал, что на актёров идут, ну, то есть, на них идут, как потребитель, да, то есть, понятно, что, как продавец, так сказать, в актёров, видимо, вкладываться не так важно, ну, то есть, как ты, собственно, и сказал, да, 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 это просто дороговато в них вкладываться, в них хочется вкладываться, если у тебя бюджет позволяет, конечно, надо вкладываться, и для всего, для маркетинга, и чтобы люди пошли, и знакомые морды, и в том числе, опять же, как у Дудя Умна и Шулера было про то, что в том числе, и актёры знаменитые, скорее всего, хорошо играют, то есть, это, да, то есть, это по-другому Козловскому, опять же, да, 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 всё комплексное, как бы хреновина, но это дороговато будет, скорее всего, это будет, знаешь, в теории Большого взрыва, я вообще не знаю, как они там в теории Большого взрыва выживают, придётся за серию платить миллионы долларов, придётся, потому что всё уже, никуда не деваться. Да и кого? Они за год получают, получается, 23 миллиона, ну, по миллиону они за серию получают, а гонорар условного Дэниэра Рэдклиффа, там, за последнего Гарри Поттера состоял, там, типа, 25. Ну, за один фильм. Но всё-таки один фильм снимается долго, понятно, что это ещё годы работы. То есть, по сути, сопоставимо. Ну, сопоставимо, только видишь, в условиях сериала у тебя-то и то более, так сказать, ты можешь на это прям рассчитывать и на три года вперёд примерно планировать, что у тебя будет приход такой. Ну да, каждый раз надо сидеть и ждать, пока тебя пригласят. А, ты имеешь в виду, ты про со стороны актёра именно? Да, я со стороны актёра сейчас почему-то решил. Ну да. Ну да, не, ну, возможно, да, но, конечно, с такими суммами тебе ничего ждать не надо, ты можешь вообще не работать, как говорит мой батя. Но, да, согласен. Ну, вообще, конечно, сериальная тема, ну, мы знаем, что сериальная тема, все знают, что сериалы, это просто хлеб для актёра. Да. Окей, ну чё, всё, давай завершать блицуху сегодняшнюю. Двухчасовую. Да, мы сегодня всё шичим. Хотя, в принципе, блиц-то не очень получился. Два часа всё равно у нас, как есть. Димиш, мы-то не халтуем, у нас вот два часа заявлено, подкаст. А мы вроде даже и не заявляли, поэтому хрена вас. А просто, ну знаешь, как тебе сказать, это как вот во дворе, от тебя ожидают, что там мячик вынесешь. Вот мы мячик вынесли, двухчасовой. Соску скинуть. Вот она сейчас уже загоняет мамка. Обойка, обойка. А, обойка, 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 сейчас я открою, подожди. Трэжер хантинг, фото. Вижу трэжер хантинг. Для слушателей расскажу, что видим на обойке. На обойке находятся ступеньки какие-то такие, подвальные практически. И около этих ступенек стоит полуоткрытый сундук с сокровищами, торчащими из него. Всякими бусами различными, всякими цепочками, цепурами. Вот. То есть, немножко такое, немного несочетаемые вещи. То есть, ступеньки, они такие, ну, как будто из каких-то там годов, там, 1900-2000, а сундук как будто из старых-старых каких-нибудь сказок про пиратов, 1700-х, каких-нибудь там, что-нибудь там. Да, слушай, мне кажется, в какой-нибудь картахине условной, в испанской, похожие ступеньки. Конечно, то, которое справа, именно уже мраморная вот эта гранитная облицовка, это да, это что-то уже из нового. А сами ступеньки, мне кажется, вполне могли бы быть тоже из тех же сказок про пиратов. Но не знаю. Да, но может быть, да, согласен. Здесь, знаешь, я вот скажу свою бредятину абсолютную, скажу, а ты потом скажешь свое, домашнюю, если она у тебя есть. У меня абсолютная бредятина, просто вот, знаешь, я час ночи могу себе позволить. Короче, вот видишь, посередине бусы висят именно просто кругленькие, беленькие. Вот, короче, мне это супер напоминает тот символ, когда, короче, в DC Universe, скажем так, в Бэтмене, когда, короче, у Бэтмена убивают, у Брюса Уэйна убивают родителей, короче, там, где они выходят из театра, короче, и я сейчас могу ошибиться, вдруг сейчас какие-то случайные еще потом убьют меня же вместо родителей Брюса Уэйна. Короче, они вышли, значит, и на них напал, типа, то ли заказан, то ли не заказан, никто не знает, или, может быть, кто-то уже знает, короче, на них вор там нападает, типа, и пытается у них отнять бабло, и, короче, в итоге он там застреливает и батю, и матю, и у мамы Брюса Уэйна, короче, у нее на шее висят вот эти бусы вот такие же точно, и они, короче, когда она там падает, может быть, он хватает ее за эти бусы, и они именно рассыпаются вот так досвидосно. Вот, короче, а теперь продолжая метафору про подкаст, вот эти бусы, которые рассыпаются, когда их кто-то хватает, это наши темки подкастовые, вот, а тот, кто их хватает, это, короче, наш слушатель, он напал практически на нас с тобой, схватил эти бусы, Они рассыпались, эти темки. И, короче, всё. А потом за этим слушателем, естественно, придёт Бэтмен. Как бы через лет 20. Вот. Ну, в принципе, всё. У меня всё. У тебя чё? Это хорошее. У меня другая. Видишь, справа от этих бусов на цепочке кольцо. О! Вот это ещё лучше. Я боюсь, что это ещё лучше, чем у меня. Вот. И наш подкаст — это кольцо всевластия. Это то кольцо, тот подкаст, который объединит их всех. Вот. И в следующих подборках на хабре мы уже повыше всё-таки будем. Потому что подкаст всевластия всё-таки. Но мы самую злобу заточим в него. В этот выпуск мы её уже заточили. Хотя мы и в каждой пытаемся её заточить. Но тут уже как бы прям, да. Потому что one podcast to rule them all. И вот это он, да. Все эти звенья — это темки. И пресс-шоу, оно проявляется только когда баблинский поднести к кольцу. Оно как узорчики проявляется на нём. И вот это пришёл на самом деле. Потому что только для патронов доступно. Напоминаю, четверть подкаста вы про бабло. Четверть подкаста слушал про КБ, только потому что это ваш земляк. Какого хрена? Вот такого хрена. Просто потому что хотим. Спасибо всем, кто нас прослушал. Я надеюсь, этот 193 выпуск выйдет в пятницу всё-таки по расписанию, так сказать, а не через полнедели, как это получилось. Ну, это достаточно быстро. То есть это достаточно... То есть если сегодня вторник и люди сегодня слушают, то в пятницу уже новая польза подкаста. Я надеюсь, что даже соскучиться не успеют. И это как-то даже прикольно будет. Люди будут думать, что снова Новый год. Поэтому мы должны радость дарить. Несмотря на то, что мы злобу заточили, мы её как радость маскируем. И да. Поэтому подписывайтесь на нас во всех соцсетях, в Фейсбуке, в Твиттере. В Гугл Плюсе хотел сказать, но нет, всё. В Гугл Плюсе не подписывайтесь. В ВКонтакте и в Телеграме. В Телеграме у нас здорово. www.yubdesign.ru Слыша Баут. Есть все ссылки. Поддерживайте нас где хотите. Читайте описание ролика. Увидимся уже через неделю. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok